Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 сентября 2016 года, вторник По одному из старинных, 41 день, месяц завершения, 7524 лета, тоже вторник Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Что такое новолетие, когда и как его отмечать Главный автор-соведущий Дорислав Стариков Здравия тебе, Дорислав! Здравия, дорогие друзья! С огромным приветом к вам из славного города Омска Очень рад с вами сегодня побеседовать, пообщаться На тему нашего светлого праздника новолетия Завтра как раз мы его будем отмечать Да, у нас получилось так символично, совпало В принципе, мы особо не готовились Просто выдался день, заранее как так получилось Что именно в этот день у нас разговор, последний день уходящего лета И разговор идет как раз о новолетии Вот так вот и символично, может быть и не символично Но так получилось То есть мы не подгадывали, а просто так вот как-то На этот день у нас все выпало Я предлагаю, знаешь что, сделать так Сначала мы теорию разовьем Поговорим о том, что такое новолетие Какие-то теоретические данные дадим Потом поговорим, наверное, о том, как встречать И уже после этого перейдем к вопросам от наших радиослушателей Потому что теория, она требуется, наверное, нам для того Чтобы те люди, которые далеки от той традиции Которой ты себя относишь Они не понимают, почему именно в этот день Почему именно слово «лето», то, что ассоциируется с теплом Оно начинается осенью Именно на угасающем солнце И так далее и тому подобное Почему именно 7524-е лето заканчивается Почему наступает 5525-е И так далее Вот эти все вопросы теоретически надо разобрать Прежде чем уже переходить к тому Что это в себе несет И как это уже, наверное, отмечать И потом уже будем отвечать на вопросы наших радиослушателей Согласен? Да, согласен Хорошо, ну вот давай тогда с теории начнем Итак, самый распространенный вопрос Почему слово «лето» отмечается осенью? Ведь у большинства людей есть такое понятие Четыре времени года Именно года Осень Зима Весна Лето Но если вы отмечаете новолетие То это означает Надо где-то там весной Ближе, может быть, к концу весны Отмечать Когда вот тепло становится Когда лето наступает Это вот самый распространенный вопрос От самых далеких Далеких от темы родноверия От темы старой верии у людей Ну, начинать нужно, конечно же, с календарей С циклов, на которые они основываются Есть еще Исторически Ну, сложно подтвердить Но есть легенда О том, что якобы Когда-то давным-давно Наши предки Прилетели на землю Которую назвали Мидгард То есть Срединный сад И По легенде Именно в это время Они прилетели И поэтому Именно в этот момент И отмечается новолетие Но Исторически подтвердить это Сложно Есть такая легенда Поэтому Она у нас В наследии Сохранилась Другой момент Почему Есть понятие Лето Это вроде бы как Время Современного года Есть слово Год Отсюда слово Погода Или годный Или пригодный Вот То есть само слово Год Вообще больше Относится к Прилагательному Годный Или негодный То есть какая погода Как вообще Как вы прожили То есть Год Година Больше Относится к Прилагательному Как Каким образом Хорошо Лихая година Или счастливая Година Какая погода Хорошая Или плохая Вот Соответственно И слово Год Взято было Как существительное В последующем Вот Но мы вернемся Все таки К нашему календарю Значит Те кто совсем далеки От нашей традиции Я хочу донести Что Наш древний Календарь Который Мы сейчас Пользуемся Строился Следующим образом Значит Существовало Девять месяцев Каждый Месяц Имел Сорок И Сорок Один День В соответствии Вот эта Солнечная Прецессия Отставания Оно Догонялось Не раз в 4 года Как сейчас Высокосный год Добавляется Один день А раз в 16 лет Добавлялось 4 года То есть Вернее 4 дня В каждый Четный Вернее Нечетный Месяц То есть Месяца шли По очереди 9 месяцев Значит Четный Нечетный Ставился 40 и 41 День Неделя Была 9 дней Поэтому Именно Из-за этого Сохранились Поминальные Дни 9 дней И 40 дней То есть 9 дней И 40 дней Очень близки К нашей Физиологии Дни То есть По Одному Из Источников Сейчас Очень сложно Мне сказать Но Я помню Что это было Когда я учился В школе В 9 классе Нам учитель Биологии Рассказывал Что проводились Эксперименты Когда Сердце Человека То есть Погибшего В автокатастрофе Брали Еще живое Помещали в раствор Подключали к нему Провода Энцефалограмму И На 9 И на 40 День Происходило Согращение Мышц Вот То есть Это говорит о том Что Эти дни Они во многом Связаны Еще и с Физиологией И По многим Преданиям Что Говорится Что душа Покидает мир На 40 День То есть Очень много На самом деле Событий Связано Именно с 9 И 40 Днями И Наша Неделя Называлась Так И называется Так Потому что Не делится 9 дней Во-первых А во-вторых На 9 День Никто Ничего Не делал То есть Это был Выходной Но С приходом Современного Современной Религии Христианской Поменялся Соответственно И наш Календарь Поменялись И названия Дней Если раньше Был Там После Недели Идет Понедельник Вторник Третийник Четверг Пятница Шестница Седмица Осьмница И неделя Вот То с приходом Религии Новой Пришел И новый Календарь Соответственно Григорианский Там Или какой Павлианский Вот Он уже Строился Совсем По другим Принципам Вот То есть Если у нас Шестнадцатая Шестнадцать Это священное Лето И соответственно У нас Календарь Строился Изначально На Девять Стихи Которые Проходили Через Шестнадцать Славянских Чертогов То Со временем Наша Традиция Культура Была Заменена На Пять Стихий Которые Проходят Через Двенадцать Чертогов То есть Та Система Которая Принята И Сейчас В современном Мире То есть Наш Календарь Круг Жизни В нем Сто Сорок Четыре Лета То есть Шестнадцать Зодиакальных Знаков Проходящих Через Девять Стихий Соответственно Круг Жизни То есть Раньше Наши предки Жили Сто Сорок Лет А то и Больше Могли Больше Жить Соответственно С приходом Современной Системы Человек Живет Круг Жизни Шестьдесят Лет То есть Пять Стихий Умножаете На Двенадцать Чертогов И получаете Шестьдесят Вот Поэтому Сейчас Неделя Семь Дней Взято За основу Двенадцать Зодиакальных Знаков Значит Двенадцать Месяцев Вот Соответственно Двенадцать Месяцев Поделено На Четыре Времени Года У нас Раньше Было Три Времени То есть Зима Весна И Осень А все Вместе Называлось Лето А с Приходом Современной Системы Лето Стали считать Еще и Четвертым Временем Года Соответственно Если возвращаться К природным Циклам То Новолетие Приходится На Осеннее Солнцестояние Наше Конкретно Новолетие Но Вы Прекрасно Понимаете Что У каждого Человека Вообще В жизни Свое Новолетие То есть Это его Жизненный Цикл Это его День Рождения Соответственно Много Народов На земле И каждый Новолетие Или Новый Год Как он еще Называется Празднует По разному Придерживаясь Тех или иных Циклов То есть Новолетие У нас Осенью У РПЦ Кстати Тоже Осенью Новолетие Вот Они Во многом Впитали Ту культуру Которая Была На территории Славянских Народов Когда пришли Далее У Католиков У них Рождество Начинается На нашу Калиду Современный Новый Год Его Вообще Сложно К какому Либо Циклу Привязать Потому что Он вообще Не попадает Ни во что 1 января Ни туда Ни сюда Вот У китайцев И Насколько Я знаю У некоторых Родноверческих Общин У них Весеннее Солнцестояние Красногор Считается Новолетием Или Новым Годом Вот То есть У всех Народов Ну У многих Народов По-разному Но вот Конкретно Наша Община И конкретно Староверы Мы Празднуем Новое Лето Начало Нового Цикла Именно На Осеннее Солнцестояние Почему Потому что Считается Что Новолетие Осеннее Это Материнский Цикл То есть Мать Сыра Земля На В это Время Отдает Свои Плоды То есть Те плоды И те Семена Которые Закладываются Сейчас же Осенью То есть Осенью Природа Обсеивается То есть Семя Попадает В землю И Проходя Цикл Осенью Мы Получаем Плоды Поэтому Учебный Год Начинается С осени Ну не С 22 Сентября Но с 1 Сентября Многие Возвращаются На работу И Начинаются Какие-то Отчеты Опять же Поговорка Цыплят По осени Считают Планы Строят На следующее Лето Если брать Сельскохозяйственные Регионы То Осенью Собрав Урожай Строятся Планы На следующее Лето Какие Площадя Будут Засеиваться Какими Культурами В каком Объеме То есть Во многом Это Материальный Цикл То есть Материальные Многие Отчеты Они Производятся Именно Осенью Вот И Как раз На Осеннее Солнцестояние У нас Начинается Новое Лето Когда Семя Попадает В землю И Дальше Уже Начинается Процесс То есть Семя Лежит В земле Привыкает К Земле Получает Информацию И С Начинаем Нового Солнечного Цикла То есть На Осеннее Солнцестояние Ярила Солнца Уходит На Покой Мы Его Провожаем Он Уходит На Перерождение На Каледу Он Нарождается На Красногор Масленицу Он Начинает Нарождать Жизнь На Медгард Земле В это Время Как раз И Пробуждается То Зерно Которое Упало Осенью То есть Это Говорит О том Что Мы На Новолетие Строим Планы Мы Отчитываемся Перед Предками За Прожитое Лето Мы Получили Результат Соответственно Мы Строим Планы На Будущее Лето И На Празднике Новолетия Мы Этот План Предоставляем Предкам Мы О нем Рассказываем Им Делимся С ними И Просим Благословления И поддержки В реализации Наших План Наши Планы Вынашиваются До Весны То есть Мы Думаем Мы Планируем Мы Рассчитываем А Как только Ярила Батюшка Начинает Нарождать Жизнь На земле То есть Это Творческое Начало Мы Начинаем Вместе С ним Воплощать Свои Планы В действии И Как раз Разгар Лета Мы Не Паримся Или не Жаримся На пляжу Трудимся Именно Летом Самое Плодотворное Время Когда Ярила Батюшка Дает Столько Сил Сколько Можно Взять Соответственно Все Вот Именно Многие Планы Реализуются И получают Силу Летом И Осень Мы Опять же Заканчивая Цикл Мы Получаем Результат Подводим Итоги И Начинаем Новое Лето Хорошо Такой Достаточно Уверенный И Наверное Объемный Монолог Получился С твоей Своей Думаю Что Многие Вопросы Здесь Ты уже Заранее Сумел Предвидеть И дать На них Ответы Но мне Хочется Еще Добавить Вот Ведь Есть Для тех Кто сомневается По поводу Лета Осень Весна И так Далее Ведь Вот Есть Такая Поговорка Вернее Вопрос Не Поговорка Вопрос Там Поговорки Тоже Есть Больше Вопрос Сколько Тебе Годов Да Несколько Тебе Годиков Несколько Тебе Годин А Сколько Тебе Лет Вот Если Спросить Сколько Тебе Годов Ну Как Ты Для Русского Человека Это Как Коверкание А Когда Спрашивают Сколько Тебе Лет Вполне Нормально То есть Слово Лето Это Означает Все-таки Полный Цикл А не Просто Какая То Часть Вот Этого Современного Все равно Лето Это Лето И Никогда Не было На Руси Такого Понятия Как Лето В смысле Год Это Вопрос У нас Есть Такая Поговорка Пережить Лето Или Пережить Зиму И В общем-то Говорят Ну Конечно же Зиму Пережить Потому Что Зима Это Все-таки Тяжелое Время Современного Года Это Голодно Может быть Холодно Здесь Нужно Как-то Выживать Уже Поэтому Переживают Всегда Зиму Я говорю А почему Тогда Спрашивают Сколько Лет Ведь Это Не То Что Ты Пережил Лето Которое Тепло Хоть Под Любым Кустиком Ложись Да И Спи Вот Поэтому Получается Что Если Был Разговор Про Время Так Назоваемого Года Тогда Говорили Пережить Зиму И Тогда Год Назывался Зимой А не Летом И Вот Иногда Такие Рассуждения Такие вопросы Они Особо Горячих Людей Как-то Остужают И Ставят На место Что Лето Это все-таки Не часть Вот этого Цикла Солнечного А это все-таки Так назывался Весь Солнечный Цикл Не так Хорошо Ты объяснил Что Ну Легенда Легенды Предание Преданием Что Очень Красиво Что Наши предки Прилетели Как раз Вот Примерно Вот В это Время И Решили Что Вот С этого Дня У нас И будет Отмечаться Новое Лето И В общем Все Хорошо А Также Ты указал На то Что Связано Все-таки С Нашими Сельскохозяйственными Делами То есть Вот Заканчивается Сбор Урожая Вот Закончился Сбор Урожая То есть Все Подвели Итог Цыплят По осень Читают Не считая Зерно Которое В поле А которое Уже Заложено Закромат Так вот Приблизительно Такого Плана Поговорки У нас Существует То есть Все сводится Что Окончание Венец Всему Дело Это Как раз Осенний Сбор Урожая И все Подведение Итогов И после Этого Начинается Подготовка К новому Сезону Сельскохозяйственного То есть Если учесть Что все-таки Главное Всегда было Для человека Это Выживание А выживание Связано С чем С теплом Который он может Себе обеспечить С пищей Которой он может Себе обеспечить И свои роды И продление Самих родов Да Вот это самое главное Что необходимо Для базы Для базового Выживания Здесь на земле И дальше Развития А уже потом Естественно Идут разговоры Про то Что хорошо бы Какие-то Сельскохозяйственные Иметь Орудия Труда Хорошо бы Какую-то Технику иметь Хорошо бы Там еще что-то Иметь Что-то еще Но это все Дополнение То есть Воздух Вода Это само собой Без этого Мы жить не можем Ни дня Потом это еда Потом это Естественно В чем жить Где жить Во что одеваться И так далее Все привязывается В общем-то К земле матушки Я думаю Что вот если С этой точки зрения Подходить То многие вопросы Уже отпадут И учитывая То что ты рассказал То многие вопросы Отпадут Сами с собой Но теперь у нас Еще такой вопрос 7524-е лето И наступающие 7525-е лето Многие говорят Что это вообще Какие-то там Полусумасшедшие люди Которые себя считают Родноверами Староверами Они просто Это взяли Отбатвет Какое-то Потому что Нет никаких Указаний на это Нет никаких Летописей Указывающих Что там Сотворение Мира Звездном храме Или что-то еще И вот они уцепились Якобы За что-то Старое И древнее Которое уже Существовало И вот Взяли за основу Христианскую Вот это вот Христианское Летоисчисление За него Уцепились И в общем-то Теперь говорят Что нет Это наше Более древнее Христиане Потом у нас Это взяли И типа Не учитывая Того Что христиан Если посчитать Кто-то там Приводил цифру Больше двухсот Вариантов Начала Летоисчисления Я тоже Как там копался Я насчитал Двести сорок Вариантов Летоисчисления Пришел К такому выводу Что когда-то Это просто Вся эта свистопляска Была Кем-то остановили Сказали Все Вот этот момент Считается Началом Летоисчтения В христианстве И вот Многие говорят Что да не было ничего Это просто Христиан взяли Которые сами Там путались Ну просто добавили О сотворении Мира Звездном храме И вот этим Все закончилось Что здесь Ты можешь сказать Тем кто Вот с этой точки зрения Подходит Что староверы Взяли Летоисчисления Все таки От христиан И просто добавили Сотворение Мира Звездном храме Вот эти вот С, М, Х, З Четыре буковки Ну я еще хотел бы Добавить Кстати По Опять же Летоисчисления Не годаисчисления А летоисчисления То есть летоисчисляется Как полные циклы Да Они циферятся Еще надо добавить Тогда уж если мы Так вот Затай А именно исчисляются И исчисляются Вот летоисчисления То есть наши все таки Числа были А не цифири Вот У нас числительные Означали То есть буквицы Означали числительные Но Вы знаете Вот Даже Я вот С детства Помню мультфильм Ратибор И ведь там В этом мультфильме Говорилось Именно старое Летоисчисление Вот И в старых Христианских Книжках Просто сейчас же Никто числительные Не знает Очень часто Используются Именно числительные Буквицы С тетлом Означающие Летоисчисление Вот То есть и Христиане Этим РПЦ Этим Летоисчислением Пользуются Сейчас Оно по сей день У них используется Именно 7525 Лето И Сейчас Говорить Кто у кого Взял это Летоисчисление Ну на самом деле Очень сложно Потому что Честно хочу сказать История Переписывалась Много раз И если Брать Говорить Что якобы Мы взяли У христиан Это То Ну давайте Возьмем Историю Посмотрим Христианство Считается Сектой Иудаизма И меня Кстати Этому учили Когда я учился В 90 Году Поступил Культ просвет Училище У нас был Предмет Назывался История Религии И меня Официальная Система Учила Тому что Христианство Является Сектой Иудаизма То есть она вышла Из иудаизма Соответственно Посмотрите Какое Летоисчисление Сейчас И у Иудеев У них Летоисчисление От Адама И сколько Тысяч Насчитывает Пять тысяч Соответственно Христиане Если бы У них Было Своё Летоисчисление Якобы Они К нам С ним Пришли То оно Бы Естественно Насчитывало Пять тысяч Лет Как и у Идеев А у нас Летоисчисление Семь тысяч Лет Соответственно Это христиане Взяли Наше Летоисчисление Так же Как и Взяли Праздники Просто Переименовали Смотрите Ведь праздники Католические И РПЦ Они очень сильно Отличаются А почему Вроде бы Одна и та же Система Так сильно Отличается Потому что Все праздники Были перекрыты Христианами То есть Взяты Ведические Праздники Вот И Сейчас же Я опять же Я не буду спорить Ни с родноверами Ни с теми Кто себя считает Язычниками Есть и такие Общины Вот О том что Якобы У нас Вот Язычество Было только В такой форме Друзья мои Это слишком Дико Поверьте Вот Иметь Летоисчисление Иметь Несколько Буквиц И только В шкурах Бегать по лесу Поверьте Это слишком Дико Да Были культы Которые Природные Которые Да Отмечались На природных Святилищах Но откуда Тогда У христиан Которые Вышли Из Котовком Откуда Такая Архитектура Где Они ее Взяли Если у нас Только Природные Были Святилища Это Такие Христиане Такие Умные Были Это Все Было На Руси Это То Самое Что Сейчас Говорить Греки Были Такие Гениальные Люди Да Не Были Они Гениальными Если Они Были Гениальными То И сейчас Рождались У них И Сократы И Платоны А Вот Как Почему То Древних Афинской Культуры Больше Никого Не Родилось А Если Брать Пифа Гор Гор Это Частица Славянская Та же Как И Пифа Пифия Это Славянки Которые В этих Храмах Были Вот Поэтому Я Вообще Хочу Сказать Поскребите Христианство И Вы Увидите Ведическую Культуру Которая Была Здесь У нас На Нашей Территории Вот Соответственно Я Все Таки Не Буду Высказывать Говорить Что Я Истинно В последней Инстанции Просто Я Всегда Стараюсь Думать Своей Головой И Моя Голова И Моя Совесть И Моя Родовая Память Мне Рассказывает Что Вот Мне Кто-то Прислал Еврейский Календарь 5776 5777 Вот 15-16 Год Вот Видите Это Еврейский Календарь Если Христиане Взяли Свой Календарь У них Было Сейчас 5000 А не 7 Вот Недавно Был разговор О том В одном из чатов Так и наблюдал Затем Как Говорили Да не было Никогда Никакой Архитектуры Что вы там Нападаете На Христиан Как раз Ты поднял Разговор По поводу Храмов Ведь На самом деле Отличается Восточное И Западное То есть Кто не знает Изначально Греко-кафолическое То есть То что Потом Дальше Стало Называться Католическое Католическое То есть Вселенское Мировая Церковь Греко-католическое Греко-кафолическое Изначально Было Крещение Так называемой Руси То есть Киевской Области И Потом Было Разделение Там 1050-е Годы Примерно Там Уже На Восточный Запад Там Католическое Осталось На Западе А Восточный Стало Называться Правоверный И Потом Там Двоверие Кто Интересуется Эти все Этапы Сколько Там Было Этих Перестройок И перестрелок Поднимут Все станет ясно Но почему-то Очень интересно Ведь разобраться Так Из одного Места шло То есть Византия Казалось бы Да Христианство Пошло Там В Рим Пришло Куда-то В горы Пришло Куда-то На восток Пришло Казалось бы Одинаковые Должны быть Постройки Одинаковое Должно быть Время Исчисления Лето Исчисления Одинаковые Должны быть Полностью Традиции Но Сходили Какие-то Мимикрационные Дотационные Варианты Пристройки К тем Культам Которые Были Вот если взять Например То же самое Христианство В Армению Едете Или в Грузию Едете Вот если Например Из России Или из Украины И видите Что вроде бы Они говорят Что мы Православные Но при этом Смотрите Церкви по-другому Сделаны Культы Как-то проводятся Немножечко По-своему Да Вот службы По-своему На Запад Едете Там опять же Вроде тоже Называют себя Братьями Христианами А все по-другому Там у них И задаешь вопрос А почему тогда Нет вот такого Единения Да потому что Всегда когда Приходили Люди С Библией Они Их задача была Не отпугнуть А привлечь А привлечь Как можно Ну что ты Если принес Что-то новое Тем более Которое Это новое Очень сильно Отличается От того Что известно Ну неужели Люди За тобой Потянутся Это же надо Быть Семи пядей Во лбу Есть такая Очередная Наша Русская Поговорка Которую Многие Не понимают Что он означает Вот И Что приходилось Сделать Особо Такого Серьезного Какого-то Откровения Многим Людям Которые Жили В ведической Культуре Ну принести Было Невозможно Потому что Ну куда еще Дальше Люди И так Все Ведали И так Все Знали Ну в большинстве Своем И необходимо Было Каким-то Образом Подстраиваться Правдами Неправдами Где-то Может быть Еще Какими-то Другими Способами Мы сейчас Историю Христианства Не рассматриваем Просто Вот Вариант Мимикрии И Таким образом Пришли туда Подстроились Под устои жизни И стали внедрять На эти устои Накладывать Свои Какие-то Дополнения Потом Эти дополнения Прижились И новые дополнения Еще прижились Новые И получилось Архитектура Осталась Устои жизни Остались Но наполнение Вот этот фантик Наполнение Конфетка Уже была положена Новая Ну не знаю Конфетка Не конфетка Там была положена Но во всех случая Обертка Осталась Примерно та же Но Дополнение Внутри И наполнение Внутри Оно уже изменилось Вот если с этой точки Смотри Тогда все сходится Если вот так вот Люди Которые спорят Обратят внимание Что Во всех территориях Где христианство Казалось бы Православное Или католическое Все должно быть одинаково Но везде Во всех странах Христианство Именно с точки зрения Архитектуры Отличается Потому что За основу Брались Те Принципы Строения Зданий Архитектуры Зодчества Которые Там присутствовали И этим как раз Может являться Одно из доказательств Очередное Что Архитектура У нас на Руси Была И она Разительно Отличалась От западной Архитектуры От восточной От южной И эта архитектура Была взята За основу Когда Пришедшие Христиане Стали Себе Строить Храмы Или Захватывать Храмы Или внедряться В эти храмы Или там еще что-то Делать Опять же Мы не рассматриваем Варианты Как это все Происходило Просто так вот Общие слова Так что Архитектура У нас была А раз была Архитектура И причем Такая высокая Это означает Что какие-то И расчеты были А если были расчеты В чем они проводились Мы уже С тобой сказали Ты подтвердил Очень хорошо Что все-таки У нас был Число Бог И он Как говорят Управлял Числами Всем что связано С числением С движением Со временем А у нас сейчас Циферблат всем управляет Да такая шутка есть Да И поэтому Вот мы так и живем Что не было у нас Цифири Но теперь управляет Циферблат Кто такой Блат Никто не знает Что такое Цифирь Понятно И так далее В общем Вот если мы Начинаем разбираться В этом Мы понимаем Что и числа У нас были А числа Писались у нас Буквицей Означались Только с дополнением Сверху И значит Счет у нас тоже был Значит видимо И математика была И арифметика была И видимо Пространственная какая-то Была геометрия То что сейчас называется Потому что храмы Просто так Ну не будет обезьяна Сидеть там Репу чесать Как нас представляют Древних варваров Славян Полудиких людей Которые там В шкурах бегали За мамонтами Когда мамонты вымерли А теперь за крысами Стали бегать Наверное Ну если так рассуждать Но вдруг почему-то Храмы построили Вдруг исчисление есть То есть Включайте голову Мозги поправляйте И все тогда будет Становиться На свои места Так С этим разобрались Понятно Что у нас была архитектура Понятно Что у нас было Летоисчисление И так далее Еще один вопрос Который Многие тоже Мне часто задают Вот если посмотреть На классическое Представление Наших часов Которые На многих сайтах Сейчас представлены То вот То что сейчас Принято называть Циферблатом Где вот Числа нарисованы Да Численчик вот этот Он вращается Как говорят А почему он вращается У вас против Часовой стрелки Вот так если разобраться Почему движение Против часовой стрелки Ведь солнце Идет Вроде бы Должно по часовой Идти Вот что-то здесь Какие-то у тебя Есть Объяснения На этот вопрос Ну вы посмотрите Вот у нас В школе Когда На физике Если кто-то помнит Была Представлена Схема Вращения Земли Вокруг Солнца Вот И получалось Что У нас Есть Два Символа Инглия Или Посолонь И Коловрат Так вот Посолонь Это движение Действительно По Солнцу То есть Это то Как якобы Ну ведь Не Солнце Движется Вокруг Земли А Земля Вокруг Соответственно Земля Вращается Вокруг Солнца Еще плюс Вокруг Своей оси Так вот Вокруг Своей оси Она как раз Вращается Напротив Часовой Стрелки Обратите Внимание Как оно Вращается И все И становится Все понятно Я хочу Тогда еще Тоже Пометить Что Те кто Изучал Древнюю Нашу Историю То наверное Обратили Внимание Что да Существуют Часы Найдены Часы И даже Представлены В некоторых Музеях Где Написаны Не цифры А написаны Именно Буквицы Обозначено То что Называется Часами И Что самое главное Там конечно Не 16 Так называемых Часов Там Поменьше Но это Объясняется Временем Суток Которое Там делилось Минимальное Время Которое Возможно На ночь Или на день Из этого Исходя Это уже Более Позднее На мой Взгляд Но Даже В более Поздних Крутился Сам Так называемый Циферблат Как сейчас Его называют То есть Стрелка Означающая Солнце И Луну Стояло На месте А вращался Именно То что Называется Циферблат И вот Если мы Разберемся С тем Как это Все Происходило То мы Увидим Что Все Туда Становится На свои Места Одно Все равно Будет Двигаться В другую Сторону Против Солнца Как многие Себе Представляют На самом Деле Все Движется Так Как Надо Поэтому Если Мы Или Это Или Это Запускаем Против Солнца Все равно Что-то Стоит На месте В данном Существе У нас Стоит Циферблат Стрелочка Бежит А тогда У нас Наоборот Двигалось Что-то Поэтому Не делайте Скороспешных Выводов Потому Что В старом Циферблат Против Солнышка Крутилось То Что Означало Землю А Солнышко Само Там Как раз Звездочкой Такой Солнце Означалось Или Звездой Или Солнцем Там Еще Кто-то Луну Пририсовывал Оно Стояло На месте И Получалось Что Как раз Сейчас Это Схема Нашего Вращения Мидгард Земли Когда Вращаемся Против Часовой Но Солнце При этом Движется По Часовой Как Я смог Так Объяснил Если Какие Есть вопросы Да Я дополню Движение Циферблата Это Как раз Знание Это Были Часы Построены Людьми Ведущими О том Что Земля Вращается Вогруг Солнца А Современные Часики Стрелочки Это От Движения Столба Помните Часовой Столб В школе Изучали По Солнцу Ориентировались Время Вычисляли По Тене Которое Падало От Столба Вот Откуда Пошло Современное Движение Стрелки От Вот Этих Примитивных Столбов Которыми Измеряли Время А вот Эти Старые Циферблаты Когда Люди Ведали О том Что Как Земля Вращается Как Вокруг Солнца Все Вращается Они Как Раз И Вращались Потому Что Земля Вращается Против Часовой Стрелки Вот Здесь Торковин На Уточнение Разве Славян Была Архитектура А не Зодчество Если брать Ковыряться В словах Извини Что Перебью У нас Тогда И традицию Не надо Брать Потому Что Это Греческое Слово И Трапезу Тоже Не надо Брать Ну То есть Сейчас Этимологию Если Наймемся То Тогда У нас Тема Занятия Вернее Тема Общения Будет Совсем Другая Да Поэтому Я специально Употребил Чтобы наши Радиослушатели Понимали И то И другое Значение Что Это Да У нас Зодчество Было Но Многие Говорят Архитектура Современная Слово Всем Понятно А теперь Будет понятно Что Зодчество Архитектура Это Те слова Которые Тождественны Между собой Но На мой взгляд Надо Потихонечку Переходить На наши Слова Зодчество Мне очень Нравится А по поводу Слов Опять же Здесь Я Гриша Сбросил Сообщение Что Есть такое Слово Мид Гард По-английски Написано Из Википедии Мид Гард Древняя Скандинавская Мид Гард Буквально Среднее Огороженное Пространство Середины Земли В греко-скандинавской Мифологии Мир Населенный Людьми Германа Скандинавская А ну Германа Да Германа Скандинавская Вот Мир Населенный Людьми А по поводу Греческих Негреческих Здесь надо Учитывать Что Если Вот ты правильно Сказал Если бы Такие Величайшие Греки были То в этом Случае Наверное Было И много Было Открытий Со стороны Греции Но Как известно В Греции Все есть Кроме Одного Там Маловато Людей Которые Бы Могли Что-либо Ну а Чего смеяться Здесь Ведь Смотри Сколько Эти Античные Памятники Стоят В разобранном Состоянии Разрушенном Ну Если Древние Люди Обладали Технологиями Такими Греки Именно Ну Чтобы Они Не Восстановили Их В те же Времена Когда Эти Античные Памятники Были Разрушены Как нам Историки Говорят Они Уже Тогда Греками Населялись И греки Их Строили Греки Разрушили Нет Подожди Я сейчас От классической Истории Отталкиваюсь Подожди Ты меня не сбивай Я и так Собьюсь Так вот Если Древние Греки Их Строили Если Они там Жили Случилось Что-то Землетрясение Или Прибежали Какие-то Дикорис Востока Гуны Всякие Саксы И прочее То в этом Случае Что нам стоит Дом построить Нарисуем Будем жить Взяли бы Да и собрали Но Как они стоят Разрушены Так они стоят Мало того Там ни одной колонны Насколько я помню Не подняли Все там Как валялось Так лежит Получается Что Это Люди Которые Пришли на все Готовенькое Скорее всего Даже Как ты правильно сказал Что-то разрушали Потому что Ну Так вот Устроены Захватчики Но Настолько это все Было высоко С точки зрения Их В искусстве По красоте Что не все Они там Сумели разрушить И Потихонечку Стали брать на вооружение Многие слова Которые там присутствовали То же самое Подтверждение Латинского языка Помимо греческого Да Где присутствует Очень много Явно заимствованных Из славянства Много чего И сами Латиняне Указывают на то Что Как раз Рим Строили Этруски По своему Принципу И как раз Этруски Являлись первыми Архитекторами Которые Рим Построили И многое было Взято От этрусков И латинский Искусственный язык Он как раз Базируется Такой Эсперанто Где очень много Славянского И вообще Многие другие языки Когда так я рассуждал Ёлки-палки Откуда они все здесь Там немецкий Французский Итальянский Испанский Там английский И так далее Начинаю разбирать И понимаю Что Ну к примеру Слово Ко мне Ком То есть Когда я говорю Ко мне Там звучит Ком Мы Не А если человек Пришел И например Там узбек приехал У меня есть много Хороших друзей узбеков Не в обиду им Но приехал узбек Или таджик И он Ему что-то говорят по-русски Он же не четко произносит Сколько уже пародий Существует Вот то же самое Ему говоришь Ко мне Ком Чего Он не понимает И вот то же самое Если мы говорим Работа Он там по-своему Написали работу Вот он считает Арбайтен Да там например В обратную сторону Ну условно опять же Или там Скажи слово невод Он не произнесет Скажешь Да там Ну вот и сети получилось А у нас была невод У нас была и сеть У нас была там И что там только еще Не было А у них только Невод Они невод не могут произнести Ну и так далее Да еще цинга Там на море жили Там И так далее Плавали постоянно Зубы выпадали Ну в общем Вот такая интересная ситуация Искусственные языки Искусственные истории Все искусственное Возвращаемся К нашему Настоящему Итак С этим все разобрались Давай дальше Добавлю чуть-чуть Вот Потому что ты сейчас сказал Про европейские языки Знаешь Я все время Задумывался Почему в Европе Настолько разные люди Вот французы Например Откуда взялись Венгры Те же Да Там Румыны А потом Я просто История Ведь Европу-то Римляне захватили Полностью Они же ведь Дошли до Британии И только на Британии Там где-то И дальше Там севернее Не поднялись Туда И там единственное Где сохранились Киевские народы Все остальные Они же перемешали Поэтому румыны Это же те же Полукровки С римлянами Так же как и франки Из Фракии Так же как и Венгры И то есть Это народы Европейские Перемешанные С этими С цыганами С романами Которые Их захватили К нам-то Они не пришли К славянам Потому что Их голожопых Здесь видать Встретила Наша кованая рать И они Про нас даже В истории писать Не стали Здесь Василий Васильевич Обиделся Говорит Тут кто-то про море Ляпнув Не подумав Так я сказал Не про море Сказал тех Которые на острове жили Вот они на остров забрались Постоянно там Что-то плавали Там у них Перепетий За перепетий И кушать нечего Цынга постоянно Ты-то живешь На материке У тебя есть что поесть Чтобы цынгой не болеть А они там несчастные Постоянно цынгой болели Так что Ты не путай Пожалуйста Остров с континентом Тем более Нашу древнюю Культуру Нашу древние Какие-то знания С тем что там Вот эти вот товарищи Которые заперлись На острове Наверное там Сбегали уже Не знали куда им деться И жили там Проголодь Зубы на полке Оставляли каждый раз Ну что говорить Хотя бы О Да цынгой болеет Глупцы С материковой части Ну да цынгой болеет Глупцы Ты правильно сказал Что говорить Про например Традиции Которые Ну есть У некоторых Скандинавских народов Например Кушать потухшую рыбу К примеру Да Но вот Когда европеец приезжает Тем более русский человек Он тухлятину есть не будет А там это считается Ну какой-то нормой Деликатес Когда вот Немножечко потухшая рыба Вот так вот полежала То есть До того У них там чувствуется Были проблемы с пищей Что какой там цынгет Там бы выжить бы Поэтому ели там Все что находили Ну про тех же самых Опять же Не в обиду Культурную столицу Франции Там да Париж Ну ребята сидят в ресторанах И спокойненько Едят улиток Нормально едят Там устриц Замечательно Едят лягушек Хорошо Ведь все помнят Диалог С нашим царем Когда посол сказал А скажите пожалуйста Вот в России Гречку едят Он говорит Ну да едят Вы знаете А у нас дают только скотине Да Он так сказал А у вас лягушки едят Едят Так вот у нас эту дрянь Даже скотине не дают Вот такая шутка же была Да Это Насколько я помню Царю она приписана Вот Но Но на самом деле Если подумать Подумать-то Разобраться И вот это все Такое культурное сообщество В кавычках Придется к нам сюда Нас чему-то учить Которые Не могут нормальные слова выговорить Потому что цингой Они были замучены Цинга была Потому что не знали Чего есть и как есть А потом Видимо их загнали на острова Потому что там совсем Уже здесь Фиговенько стало жить Кто-то на них там Наседал Или они от кого-то Прятались Как там может быть Бандитский остров Но известно же Что например Австралия была изначально Населена теми Кого выселяли Потому что на остров Выселять Зачем тюрьму содержать В Австралию разбирайтесь Кто выживет Тот и там И пускай живет То же самое Не исключаю Что в свое время Например Выбран какой-то был Остров Там В районе Британии Туда кого-то Засылали Вот Не исключаю Не делаю никаких там Окончательных выводов Просто не исключаю Так что Вот Все нормально Все хорошо Но давайте просто Не будем говорить о том Что современные Наследники Европы Вот современная Европейская культура Это является Святочь вообще Всего К чему надо стремиться И лезть Надо просто понимать Откуда все это И зачем вышло А по поводу слов Например Традиция Или трапеза Вот я же не просто Так говорил Что греки И те же самые Римляне И многие другие народы Много брали И изменяли Но если ведь разобраться Слово традиция То Радиция То что Родится по свету То Радиция Родится Я не исключаю Что это как-то связано С родом С Ра И так далее Просто опять же Ну простили А мы обратно И себе вернули слово Немножко изменен в виде То же самое То рапеза Например это могло быть Какое-то утреннее Или дневное что-то При солнце Вот Не исключаю абсолютно Опять же Не делаю каких-то заявлений Я не великий ученый Который пишет много книг И где там Прям одно заявление Другого краша Нет Я не такой Я более простой человек Поэтому я так могу Что-то своим воспаленным умом Ляпнуть Но не более того Ну вот Я свое Такую Радужную Закончил Мою поддержку Хочу добавить Что все-таки Ну ты Недалек от истины Если уж так говорить Потому что Кто жил На территории Спарты На территории Греции Мы знаем Что от ледника Уходили кто Белые люди Именно они Все и построили там Это были Славяна Арии Которые спустились туда Им просто Некуда было деваться Соответственно Они И В Азию Спустившись Вынуждено Получается При сближении На таком расстоянии Двух народов Произошла Ассимиляция И Произошло Соединение Так же как Индусы Появились Вот Ведь если братья рабов Они ведь изначально Вообще Действительно Находились Вот вы Возьмите их Святое Писание Ту же Тору Или Библию Ведь их общий потом Предок Аарон Который Отдал Первородство Ицхаку Исаф Его родной сын Он же ведь был Волосатый Как козел То есть это описано В Торе В их официальном источнике То есть они были Обезьяноподобны Отбелились они Только за счет белых Которые туда спустились Потому что Воровали женщин Вот Воровали детей И за счет этого И отбелялись И превращались В человеческий вид Приобретали Вот И до сих пор Арабы Многие У них Все тело Покрыто Плотным Волосяным Пактовом Вот Соответственно Если брать Опять же Те же Греков Вот они Очень По Горбоносые То есть они Во многом Их вот Греческий профиль Прослеживается В некоторых Семитских народах Но почему Их статуи Абсолютно Славянского вида Вот Непонятно Да Но если народ Живет Он же будет Своих героев Изображать Почему у них Все статуи Все статуи богов Все с чистыми Красивыми белыми лицами Спрашивается тогда Зачем они так делали Да просто Они этого и не делали Они просто Пришли и заняли Соответственно Заимствовали язык Заимствовали культуру Да много чего Заимствовали На самом деле Причем Брати внимание Смотришь на статуи Такие Греческая статуя Да Я потом смотрю На Лукашенко На его профиль Смотрю На многих На многих белорусов Я смотрю Вот Коренных белорусов У них профили Конкретно греческие Вот эти Римские Греческие Где Четкий Такой ровный Нос Не очень Глубокая впадинка Разделяющая Нос Отделяющая От лба Реально Как будто бы Белорусы Спустились туда Эти греки С них слепили Извояли что-то Потом Белорусы сказали Ну ладно Давайте деньги За то Что мы тут вам позировали И пойдем Да И вернулись к себе А эти греки Теперь Ох Каких мы тут Свояли Своих типа Красавцев Красавиц не было А мы вот тут Теперь их Венерами там Назовем Еще как-то Зорьками Может быть Еще чего-нибудь Там придумаем Вот тебе и получилось Очень интересно Все По поводу ледника Сейчас закончу И вот смотри Мой поводу ледника Ты же хорошо сказал Что Ну куда было деваться На самом деле Менялся климат Я не уверен Что ледник был Такой высокий Как его рисуют Там 200 метров 300 километров Не верю в это Ледник такой высокий Это все-таки Несколько забабахи Но какие-то изменения Климата могли быть Естественно Что некомфортные условия Ну слишком холодно Тоже Ну что мы Эскимосы чукчат что ли Нам в снегах Тоже жить особо не хочется Мы вышли туда Где зрели апельсины Где там финики И все остальное зрели Но при этом Было еще в те времена Не так жарко Потом мы там Все это построили Там обжились До Северной Африки дошли Дали культуру Там все хорошо Поделились чем могли Оставили там своих наместников Там фараон И все остальные Ледничок стал отступать Все это стало возвращаться Земля матушка отдохнула И мы пошли туда Где прохладненько Где очередуется что-то Где вот хорошо Где нам уютно То есть нам не нужна жара Нам не нужен лютый холод Нам нужна такая вот Мила нашему сердцу Средняя полоса И в конечном итоге Стали мы оставлять настроенные Возвращаться там Где нам комфортно Мне кажется объяснение Вполне простое и понятное Что ты хотел сказать Пожалуйста Да мне просто нравится Объяснение Уже там я Так уже смеюсь Я уже тут вообще Про историков молчу Как вон в Америке Уничтожали Двенадцатиметровые статуи Этих скелет Двенадцатиметровых людей Чтобы не портить Официальную историю Вот А потом спрашивают Кто такие блоки таскал В том же Египте Да Огромные там Многотонные блоки А вы представьте У нас какие технологии А какие технологии Были у Вериканов Двенадцатиметровых Для них эти блоки Как кирпичи были Для нас Вот Если уж на то пошло Вот Но меня другое Всегда Ну Меня смешило Да Вот Некоторые статуи Статуи Даже сейчас Имея вот эти методы Обработки мрамора Очень трудно достичь Той красоты И той техники Которая На старых статуях есть А там греки Такие Грамотные были парни Своими Медными топориками Вырубали Такие статуи Что Даже сейчас Их трудно повторить Без сучкой Задоренькой Да Без заусенц Все так гладенько Тем же грекам Умным И продвинутым И вообще Самым Крутым Дорислав Мы просто с тобой Отстали от жизни Мы просто не вникли В историю Классическую И мы с тобой не учим Вот и все Давай просто объяснять Мы с тобой просто Не дотянули чуть-чуть Ты плохо в школе учился И в институте Наверное ты плохо учился Я много думал головой Поэтому Ага Нет Я много работал головой В смысле Как в смысле В забое Отбивал уголь Да Из этой серии Ну хорошо Тогда давай дальше Будем переходить Итак Естественный вопрос Который возникает Почему все-таки Вот эти буковки О которых мы говорили Сотворение мира Звездном храме Которые староверы Постоянно употребляют Почему они нигде Не обнаруживаются Почему Это такая тайна Семью печати Нам говорят постоянно Вы предъявите Будьте так любезны Предъявите Хотя бы один Манускрипт Где рукой Древнего какого-то Писаря Ячка Может быть Еще кого-то Сказителя Было бы написано Там Лето такое-то Такое-то От сотворения мира В Звездном храме Везде сотворение мира Присутствует А вот в Звездном храме Как-то отсутствует Вот что ты здесь скажешь Вообще что такое Звездный храм Тоже наверное надо Разъяснить тем Кто еще не Интересовался Тематикой Но Если уже Разъяснять тем Кто не интересовался Этой тематикой Хотя мне кажется Сейчас уже Вот Таких людей Наверное Нет Не факт Не факт Не факт Не факт Давай Не зарекаемся Хорошо Звездный храм На самом деле Это Лето На Круголете Числа Бога То есть Это Название Года Это Так же Как В китайском Например Гороскопе Зеленая Коза Например Там То есть Когда Созвездие Или черто Проходит через Какую-то стихию Огненный Странник И так далее То есть Кому интересно Можете набрать Круг жизни Или Круголет Числа Бога И там В интернете Сейчас очень много Таблиц Которые Называют Лето Вот Такими вот Названиями То есть Звездный храм Это название Лето И соответственно Именно Считается По легенде Что в это Лето Была Заключена Был заключен Мирный договор С Харимами То есть Это Харим Или Хариманы Это Значит Предки Нынешних Желтых народов В том числе Китайцев Вот То есть Между Нашими Предками И Их предками 7500 Лет назад Произошла Великая Битва Вот То есть Ну все Вы знаете Что китайцы Достаточно Сильные Войны Вот Особенно В их Количестве И война Действительно Была Очень Тяжелая Вот И В ознаменовании Окончание Данной Битвы Подписание Мирного Договора Началось Лето Исчисление То есть Вот сейчас Мы праздновали Недавно 70-летие Годовщины Великой Отечественной Войны Вот Которые Мирный Договор Был подписан Там Вот В 45-м Году Если Еще Сказать Что Как Это Этот Год 45-й Год Назывался По Нашему Круга Лету Как Называлось Это Лето Там То Вот Вам Новое Лето Исчисление Вот И если Его Поддерживать То Естественно Оно Так И войдет В историю Вот То есть Великий День Победы В Великой Отечественной Войне Вот Но Сами понимаете 7000 лет Это Огромная Скажем Так Цифра Для Потока Времени Вот Нашей Земли И Сами Вы Понимаете Сколько Произошло Событий За это Время И сколько Раз Переписывалась История Как в Китае Так и у нас Но Есть факты Которые Очень Трудно На самом деле Оспорить И Этот факт Это Та же Самая Крепостная Стена Китайская Сколько Споров По ней Ходит Но Если Внимательно Присмотреться То Очень Часто Бойницы Ну Где-то Она Разрушена Где-то Она Более-менее Хорошо Сохранилась И Очень Часто Взречается Что Бойницы Действительно Расположены Не на Север Якобы Китайцы Защищались От Нас А на Юг То Есть Почему Китайцы Сами Против Себя Заступаться Будут Вот И Есть Очень Интересная Сказка Кстати По этому Поводу Как Мужик Солдат С Драконом Или Змей Горынычем Землю Делил И как Они Плугом Распахивали Эту Землю От Море До Море Вот Помните Даже Мультфильм Есть Так Но Ведь Драконами Кто Себя Считает Драконом Драконом Кстати Себя Считают Потомками Дракона Себя Считают Как раз Желтые Народы Вот Поэтому Это Лисоисчисление Принято Считать Что Оно Как раз Произошло Вот После Великой Битвы После Этой Битвы Кстати Наши Предки И Заставили Китайцам То есть Совместно Построить Вот эту Стену Как забор Отделяющий Их От Нашей Территории Вот То что Это Были Наши Территории Подтверждает Древние Карты Вот И Сами Названия Очень Интересные Например Тай Ланд Ну Спрашивается Зачем Китайцам Брать Наши Названия Тай Это Же Образ Наш Так Как Тай Га Тает Снег То есть Это Образ Конечный То есть Доталова Вот То есть Это Наш Образ Га Это Путь Это Нога Дорога Гагара То есть Это Образ Опять же Пути То есть Тайга Это Конец Пути А Здесь Опять же Измененное Слово Ланд Длань Территории Раньше Назывались Дланью Божьей Вот У нас Ладонь Длань Божья Называлась Соответственно Территория Земли Тоже Называлась Божьей Дланью И Естественно Называлось Слово Ланд Вот Оно Сохранилось В европейских Языках И в нашей Как Длань Вот То есть Конец Территории Обжитой Территории Ну И Зачем Бо Нашим Тогда Вообще Называть Вернее Китайцы Называть Таиланд Вот То есть Очень Много Сохранилось Вот На картах Меркатора Да Есть Тартария Гран Тартария А есть Еще Чайна Тартария Спрашивается Зачем Называть Ее Чайна Тартария Вот Если Тартария Считалась Все-таки Территория На которой Жили Белые Народы Вот То есть Фактов Таких Очень Много Что Со Временем Просто Мы Отступали Посмотрите Что Сейчас Происходит На Дальнем Востоке Мы Отступаем А Китайцы Наступают Ну Вот То есть Сейчас Уже Дальний Восток Там Китайцы Обживаются Вовсю То есть Мы Не удерживаем Территории А китайцы На них Наступают И я не удивлюсь Если с Китаем Опять Произойдет Какой-то Серьезный Конфликт Ведь Даже в советское Время Они пытались Даже Конкретно Они даже Нарушали Границу Вот То есть Даже Был Конфликт С китайцами Вот Просто Его Засекретили Но Ведь Гибли люди Конкретно И китайцы Напали на нас И нарушили Границу Вот Сейчас Они просто Поумнее Стали Но Наращивая Мощь Они Периодически Теснят Нас Вот А мы Их Потом Возвращаем Обратно Ну Так Вот И Это Исчисление Некоторые Ученые Провели Эксперименты И Увидели Что Китайская Стена Она Не ограничится Только тем Что Называется Сейчас Китаем Кстати Китай Это Называется Только На Картах У нас То есть Находящийся За Стеной Китай Если Так Разобраться То Что Ты Сказал Это Предел Высокая Стена Предел Чего-то Такого Что Находится За Ним То есть Китай Это У нас Есть Китай Город Но Там Нет Китайцев Не Было Китайцев Выстроили Когда Там Не Было Китайцев Но Это Просто Ограждение Место За Высоким Ограждением Кий Это Что-то Высокое Тай Это Предел Отделяющий Чем-то Высоким Что-либо Вот Китай Это По сути Наше Славяно-арийское Название От Чужденного Отделенного Места За Высоким Забором За Высокой Изгородью Но Самое Интересное Что Если Посмотреть Внимательно Там Несколько Таких Изгородей Так Называемых Которые Давно Уже Не Деревянные Недавно Стена Там Кусок Стены Рухнул Там Как раз Технология Четко Просматривается Слой С одной Стороны Стена Кирпичная С другой Стена Кирпичная Между ними Насыпь И потом Брусчатка Сверху Уложена Вот И вся Стена То есть Строилась Достаточно Быстро Не так Как нам Представляют Что Там Очень Долго Выстраивались Туда Забрасывалась Глину Трамбовалась Сверху Укладывалась Так вот Такое же Продолжение Оно Идет И по Европейской Части Где есть Разделение Змеевые Рвы И так далее Это Кстати Тоже Там Видят Что Большое Количество Находится Именно Глины В этих Местах То есть Валы Змеевые Валы Они Как раз Сделаны Из глины Это Говорит О том Что Та же Самая Технология Ограждения Была И у нас Здесь Она Присутствовала И если Ее Провести Она Уходит И туда В сторону Европы Дальше И она Уходит В сторону Китая Дальше В китайскую Стену Переходит То есть Китайской Стене Так Видимо Были Ребята Хорошо Настроены Что Они Продолжали Поддерживать Эту Стену В том Виде Как Она Была С Бойницами В сторону Пекина Ну Словно Со стороны Севера Бойницы Были Направлены На Пекин А Здесь За Ненадобностью Просто Никто Уже За Этим Не Следил Она Эта Стена Сама По себе Разрушилась Вот эти Змеевые Валы Они Как раз Вот Как Многие Ученые Говорят Это Продолжение Той же Самой Китайской Стены Или Наоборот Китайская Стена Продолжение Этих Валов Так Что Вот эта Сказка О делении Мира Пополам На Какие-то Участки На Что-то Еще Она Не Просто Так Существует И вот Кстати Ты Начал Говорить Про Дарийский Крови Числа Бога Надо Сказать Что Есть Стихии Которые Определяются Цветами Например Черный Красный Алый Златый Зеленый Небесный Синий Фиолетовый Белый Который Земля Звезда Огонь Название Лет Это Странник Жрец Жрица Мир Свиток Феникс Лис Дракон Змей Орел Дельфин Конь Пес Тур Хором Капище И вот Когда мы Это все Вместе Соединяем Получается Такая Ну Типа Что-то Шахматной Доски Только не Квадратной То получается 44 Лета Вот в этом Круголете Таблица Пифагора Да Такая Таблица Пифагора Если Можно К названию Например Странник Можно добавить Черный Странник Красный Странник Алый Странник Златый То же самое Можно Например Назвать Храм Какой может быть Храм может быть Черный Красный Алый Златый Зеленый Небесный То есть Синий Фиолетовый Белый То есть Это может быть Например Звездный Храм Вот как раз Про Звездный Храм У нас Речь и идет Чтобы людям Понять То есть 112-е лето, насколько я помню Это звездный храм Лето звездного храма Это не то место, где там Средь звезд кто-то летал А это просто так называлось лето Но в принципе и эту тему тоже разобрали Что касаемо у нас новолетия И еще один такой вопрос Который тоже невозможно обойти Почему, многие спрашивают Почему у староверов Месяца называются Еврейскими названиями Тебе смешно? Ведь на полной серьезе люди об этом спрашивают Хороший вопрос Еврейскими названиями Ну там Айлет, Бейлет, Хилет Дайлет и так далее Созвучно Гейлет Дело в том, что Скажите, почему Наши праздники у нас в России Славянские называются По-христиански Вот ответьте мне на этот вопрос Потому что христиане пришли Соответственно им же нужно было Как-то себя позиционировать Как ты сам вначале сказал Вот они взяли И под себя эти праздники подмяли Ну а евреи чем отличаются? У евреев вообще Профессиональная способность Мимикрировать То есть они Их задача была Внедряться в народы Вот Полностью принимать их культуру И возглавлять ее Вот поэтому Ну Неудивительно А почему бы и нет Они взяли эти месяцы Ну вот С одной стороны И назвали по-своему А теперь попробуйте Докажите, что это Славянские месяца Да Хотя вот есть Да Месяц здоров Месяц там Вей лет То есть С одной стороны Не наищайте на евреев Да Вот С одной стороны Это месяц ветров То есть Веет Веет Завевает Да Или Бей лет То есть Белый Месяц Белого сияния Ну вот Или тайлет Подожди Давай сейчас уточним Что Давай все-таки уточним Что Это не название Которое Одно слово Там два слова вместе Например Название А дальше продолжение Лето Лето Это часть Лето Вот То есть Мы же говорили Тай Да Тай Это конец То есть Завершение Тай лет Вот Последний месяц В этом Вот Поэтому Ну Я не знаю Кто-то слышит Вообще Вы знаете Если уж на то Прошло Вот Мы тут сейчас Разговариваем На якобы русском языке Да А сколько в этом языке Еврейских слов Вот Феня Это вообще Выходец Из еврейского Народа Да Вот Это Торт Например Это же еврейское слово Или трапеза Как мы уже сказали Греческое Поэтому Если слова Созвучены С какими-то Еврейскими Скажем так Названиями И понятиями Это не говорит Что они Еврейские Потому что Я вот В детстве Как-то услышал Бутерброд Думаю Что это Брод Это вообще Место Где в реке Проходит Там Низкая вода Да Ну вот По колено В воде Можно пройти Брод Причем здесь Масло с хлебом А потом А потом Я выяснил Оказывается Что это Немецкое Название Бутерброд Это Масло С хлебом Ну Понимаешь Что делать Бутерброд Сейчас Если так Вот Вернуться Опять же Мы говорим О том Что многие Европейские На сегодняшний день Цивилизованные Страны Все-таки Когда-то Были Пришлыми Сюда На территории Славян И как Сами Ну Нацисты В Германии Когда раскопки Производили Они говорят Да елки-палки Здесь все Славянское Да Поэтому обратно Все закапывали И дело Так Ничего Типа тут Нету Да Вот Ну а на НРБ Да Тоже Раскапывал Елки-палки Славянское Все Так вот Телепатия Славянские Арийские Да Вот Да Вопрос Вот вопрос Ко всем нашим Я слушаю Потом делается опара Что опарой происходит Она же бродит Да Бродит И потом уже После этого Когда там ее Замес один раз Второй раз Там даже Три раза в месяц Там есть такие умельцы Ну там Два раза Грубо говоря Помесили Она поднимается То есть бродит Вот это и есть Тот самый брод Который потом Вставляют в печь И запекают Вот тебе пожалуйста Брод это хлеб У нас Как-то Русское слово Хлеб И брод Это как бы У нас Не ассоциируется А у тех людей Которые Спрашивали А что идет Бродит А бродит Брод Брод Ну понятно Брод значит Хлеб Понятно То есть Вполне все объяснимо Если так разобраться Это может Поначалу казаться Юмористически Но если вы Разберетесь Вот опять же Возьмете Каких-нибудь ребят Приезжавших Учиться в Патрисе Лумумбы Да Институт уважаемый Патрисе Лумумбы Откуда-нибудь из Африки И вот начнете Учить русским словам И как там была реклама Как пишется Переносица Да Вот То же самое и здесь Где у тебя Знания Все здесь В зопе Да Там Слово на голову Показывает Такой анекдот Извините Уж не совсем Корректный Но Вот из этой же серии То есть Если сейчас Вот взять Китайца Которые не умеют Разговаривать по-русски Негра Которые не умеют Разговаривать по-русски Кого-то там еще Которые от русского языка Вообще далеки И попросить их Повторить какие-то фразы Вы как раз Услышите Те самые До боли кому-то знакомые Англо Германские Французские Слова Которые вдруг Стали тут появляться Ребята будут говорить На чисто французском Или на чисто английском Причем Приехавшие из тех стран Где ни французского Ни английского Вообще нету В помине Но они будут говорить Вот Четко на французском И английском И немецком языке То есть Вот так коверкать Русские слова Русские фразы Простые для нас Что не дай бог То же самое Когда русский Приезжает например В Китай И его просит повторить Какие слова Вот для китайцев Это умора Для нас это не родное А они над этим угорают Вот То же самое Представьте Беженцы пришли в Европу Ну слишком жарко там стало Наши отступили туда Остались здесь небольшие племена Наши отступили на север Имеется Когда длинник отошел Где там хорошо жить А вот эти племена Потому что там стало слишком жарко Они сюда стали вторгаться И как-то ассимилироваться Ну Не получалось у них сразу Повторить все Ну вот появились вам Эти самые языки Итак К названиям Да вот Часто говорят Вот Аэлет А это же типа Вот Если взять Еврейский алфавит Вот как раз По еврейскому алфавиту Но друзья мои Вообще Там открывали Еврейский алфавит Давайте посмотрим Название А-Лев Бет-Левет Ги-Мел Далет Вот единственное Что более-менее похоже Далет Но здесь Или да Или Долос Еще читается Ашкенасская Да Стандартная Далет Ну видите И даже у них разочтение Далет и Долос Да Как вот К чему привязываться К Долосу Тогда вообще никак не похоже Вот Дальше Хе Или там Хей Да Или Хе Дальше Вав Ну и так далее И получается Что одно совпадение Более-менее Есть А где остальные А где остальные Месяца Которые должны Четко совпадать Вот если вы до этого Дойдете И вы видите Что Нету Совпадений Чей это был Вброс С какой целью Кто в это поверил Ну тот Кто вбросил Может быть Шутки юмора ради Вбросил Может быть Вражина какой-то Чтоб запутать Бросил Но у вас-то голова есть У вас же интернет есть Но вы же Это все по интернету Слушайте Да откройте В конечном итоге Справочников Сейчас огромное количество Возьмите просто Сравните Посмотрите Как это написано Посмотрите Что это означает И так далее И тому подобное Так что Объяснение Очень просто Я вообще хочу сказать Вот У нас почему-то Удивительно Ну я конечно Знаю объяснение Но как только Славянская культура Где-то Начинает разговаривать Все Начинается Евреи Евреи Кроме Не евреи То есть Мы сами С собственными Мыслями И собственными словами Все отдаем На откуп евреям Да То есть Евреи это Евреи то Евреи здесь Евреи тут Ну Друзья мои Ну вы сами Все им отдаете А они только Поддакивают Да-да Да именно так Все Вы же сами Все им отдали Не надо ничего Им отдавать Не надо говорить Что вот здесь Евреи Вот тут евреи Нами евреи управляют И все делают Евреи Они только Поддакивают потом Да именно так Это же вы Сказали Не мы Типа мы согласны Да Евреи вообще Себе ничего не говорят Вы где-нибудь Слышали евреи Который бы сказал Что мы Правим банком Они молчат Вы сами Все им отдаете Поэтому Делаем выводы Так Ну мне кажется Вступление у нас получилось Мы на многие вопросы ответили Я думаю Мы еще оставим Вопросы какие-то Для наших радиослушателей Тем более Что они уже поступают Вот И надо Наверное Переходить уже К следующему Нашему Этапу Развития Сегодняшнего эфира По поводу Как бы так поговорить Как проводится Вообще Праздник Да И Какие там Обычаи Что и как Зачем Но перед этим Давай чуть-чуть Мы отдохнем Немножечко Послушаем Такую вечериночную музыку Буквально меньше Минуточки Чтобы просто сделать Отбивочку Ты не против? Я за Ну и отлично Значит Отдыхаем 47 секунд Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 20 сентября 2016 года Вторник По одному Из старинных 41 день Месяца завершения 7524 лета Тоже вторник Что такое новолетие Такова тема Сегодняшнего нашего Живого эфира И автор Соведущий Дорислав Стариков Рассказывает Нам сейчас Уже наверное будет Когда и как Его отмечают И Ну когда и как В общем-то Уже вернее когда Чуть тихонечко Так К этому подошли А вот Как его отмечают Вот наверное Теперь Самый раз Об этом рассказать Добавлю Немножко Еще Предыдущей Теме А то есть Еще Еще не схлынуло Да Еще не схлынуло Нет Буквально Два слова У нас Не только Новолетие Осенью У нас Еще и Сутки Меняются Вечером То есть Само Слово Вечер Это Своеобразная Аббревиатура Вечерода То есть Когда В это время Собирался Семья Собирался Род И Подводили Итоги Дня Прожитого И Строили Планы На день Будущий То есть Утром Когда Люди Вставали Род Вставал Просыпался С ясным Солнышком То Никто Собрание Уже не устраивал Каждый Шел Заниматься Своим Делом Соответственно И Наши Праздники Обычно Начинаются В это Время То есть Начавом Нового Цикла Нового Новых Суток Не Нового Дня А именно Новых Суток И Сам Праздник У нас Тоже Начинается В 18.00 По Современным Часам И Начинается Он Как я уже Сказал Основа Вообще Праздника Это 108 Ударов Большого Колокола То есть 108 Ударов Большого Колокола Когда Колокол Бьет Открывается Врата Прави И Человек Как раз В этот Момент И общается Со своими Предками Соответственно Это Такой Свообразный Перепросмотр Всего Лета Прожитого Когда Человек Подводит Итоги Перед Этим Читается Богослужение Или Славление Посвященное Новолетию Посвященного Рождению Нового Лета Посвященное Славление Матушке Сырой Земле И Батюшке Солнцу Который Уходит На Покой То есть Благодарность Матушке Земле За ее Плоды За ее Дары И Благодарность Явили Батюшке За то Что он Летом Давал силы На то Чтобы эти Плоды Созрели И мы Их Получили После этого Славления Ну конечно же Принесение Жертвоприношений Треб Предкам Богам Опять же Жертвоприношения Повторю Это То Что Человек Жертвует Своим Предкам И Своим Богам И Самая Для них Приемлемая Приятная Жертва Ятное Слово Ять Явство Это Душевная Жертва То есть То что мы Делаем Своими Руками Вкладывая В Эту В эти Изделия Блины Хлеб Булочки Сдоба Свою Душу Вот И Про Жертвоприношения Мы вот как-то обсуждали Вопрос Зачем вообще Их Приносить И Мы отвечали На это Что Человек Он полон Всегда Он сосуд И он всегда Наполнен Поэтому Жертвоприношения Предкам И богам Делали Для того Чтобы соединиться С их силой То есть Мы Отдаем Часть своей Души Им А по закону Божественного Вселенского Соответствия И баланса Часть их силы Проникает В нас Внутрь нас Поэтому Если вы хотите В себе Иметь Божественную силу Соответственно Принося Требы Предкам И богам Мы получаем Их силу Взамен Нашей Душевной Силы И После Славлений Вот Колокол Бьет 108 раз И в этот Момент Как раз И Человек Отчитывается И вот Подведя Итоги Ему Дается Месяцное Исправление Ошибок Если они Были То есть Если сломал Дерево Посади Если Кого-то Обидел Извинись Вот Потому что У нас Нет Такого Понятия Что Кто-то За тебя Там Какие-то Грехи Исправит Возьмет На себя Что-то Сделает У нас Понимание Того Что нужно Самому Исправлять И Как-то Начинает Сравнивать Староверов Там Христиан Еще Кого-либо Но Опять же Я хочу Сказать Что Не в обиду Я привожу Такие сравнения Я надеюсь Не оскорблю Ничьи Скажем так Чувства Верующих Я всегда Говорю Христиане Это Ребенок В памперсе Обкакался И сидит Плачет И зовет Папу с мамой Чтобы они Его подтерли И почистили Помыли ему Попку А старовер Это тот Кто Учится на горшок Сам ходить Это такое Шуточное Сравнение Хорошие у тебя Шуточки Сейчас тот Возьмет И обидится На тебя Мы все делать Учимся Сами Мы учимся Себя Чистить Мы учимся Себя Совершенствовать Мы у предков И богов Просим Только Мудрости Наставления И благословления То есть Мы Стараемся Все делать Сами И Соответственно Исправляем Свои ошибки Тоже Ну а после Уже Того Как прошла Обрядовая часть Прошло Само Славление Люди Принесли Требы Колокол Пробил 108 раз Начинается Само Празднество Ну Понятное дело Что Само празднество Подразумевает Сбор урожая И конечно Это Полный Стол Плодов Которые Получили То есть Это и сад И огород И все это Конечно же Столы Всегда ломились Именно Вот От Всего Этого Изобилия Ну то есть Это праздник Урожая Был Конечно же В первую Очередь Но Обряды И не Обряды Вернее А празднества У всех Были Свои То есть Очень много Было Всяких Разных И игр И забав И Ну то есть Это была Действительно Ярмарка И обменивались Опытом Вот Рассказывали У кого Какие На огороде Выросли Плоды Кто Какие Использовал Для этого Там Приспособления И так далее Вот Но мы еще Иногда Используем Такое Представление В виде То есть Показываем Цикл То есть Когда Встречают Маленькую Девочку То есть Со свечой С живым огнем Или с факелом Маленькая девочка Олицетворяет Новое лето Маленькая Девочка Ну Подросток Она проходит Значит По кругу По круголету Ей на встречу Приходит Три месяца Первых Которые ее встречают Ну вот Соответственно Они Ей Дарят Подарки Они Танцуют И Провожают Ее дальше Она проходит Часть Треть Круга И Встречает Девушку И Передает Девушке Свечу То есть Живой огонь Соответственно Девушка Идя Свою Часть Круга Встречает Еще Три Месяца И Вот Как В сказке 12 месяцев Когда Каждый Из месяцев Дарил Свой Подарок Вот Нечто Подобное Происходит У нас Когда Каждый Из Месяцев Дарит Свой Подарок Лету И Соответственно Угощает Ее Танцует Поют Дальше Девушка Проходит Свою Часть Круга И Встречает Женщину Зрелую Женщину В самом Соку Олицетворяющий Именно Лето И Вернее Как Осень В нашем Круголете И Уже Осень Получает У трех Последних Месяцев Все Те Дары Все Это Собирается На Большой Разнос И Вот Именно Уже Осень Встречают Все Подаплодисменты Радостные Скажем Так Приветственные Крики Возгласы И Она Приходит И На стол Ставит Этот Полный Разнос Подарками Олицетворяющими Получение Плодов Ну После этого Конечно же Веселье Веселье Радость Общение И праздник А как же там Всякие Огни Костры Запарить Что-нибудь Попрыгать Что-нибудь Углям Походить Как у нас Сейчас Это Принято Ну Кто-то Вот Я же говорю Что у всех В общинах По-разному А кто-то Едет на берег Черябинцы Например Они купаются Обновляются Но Мы В бане Моемся То есть Мы Обновляемся Потому что Мы На территории Подворья Справляем Праздник На природу Не выезжаем Поэтому У нас Вот такой Праздник Все на месте Происходит Вот А черябинцы Они ездят На реку Вот Они там Разводят Костер Купаются Ходят По углям Вот Я знаю Что На Кавказе Наши Краснодарцы Тоже На реке Справляют И тоже Вот Краснодар Например Те все праздники По углям ходят У них же снега нет Им больше ничего Не остается делать Как только По углям бегать Это у тебя там Все разнообразие То в баньке Попаришься То там Искупаешься Где-нибудь А тут По углям И в воду По углям И в воду Скучная Скучная жизнь Да Вот какое-то все Нет там больше Да там Много чего интересного Есть Ты просто Да Мы вот У нас Вообще В планах Сделать такое Своеобразное Ну мы пока еще Не можем Не доросли До взаимодействия С администрацией Хотя нам Нам предлагают Уже Так как мы общим Официально И мы каждый год Общаемся И с администрацией В том числе Вот То есть Сделать Сделать действительно Празднество Гуляние И вот это вот Сделать То как вот Лето Передают друг другу Живой огонь Сделать красивое Костюмированное Театрализованное Представление Вот Сделать ярмарку На мастеров Где-нибудь В парке Ну я думаю Что Мы Доживем до этого Радостного момента Ну что ж Хорошо Значит Ты там Все С умом сделал Совместил полезное С приятным И на валете Еще и в баньке Попарился Хорошо Хорошо Ну что Давай наверное Тогда уже Переходить к вопросам Если Суть праздника Разъяснена И я думаю Что в этих вопросах Как раз и будут Таиться те моменты Которые может быть Мы В своем Общении Упустили Согласен? Согласен Ну раз согласен Тогда и приступаем Виталий из Эстонии В эфир Дарислав С наступающим тебя Новолетием Да Благодарю Я здесь не один Давай тогда Всех поздравляю Хорошо Всех с новолетием Я Гриша Всем крепкого здравия Вопрос в эфир Давно хочу спросить Почему название Нашей земли На английском И дальше Вот Была Как раз Мидгард Ну ты уже ответили Если что-то хочешь Можешь добавить Нет Ну действительно Так как Все вы прекрасно Уже наверное Ну не секрет Что у нас был Материк Даария И вот сейчас Даже в интернете Есть карты Сопоставляющие С карты Меркатора Действительно Северный материк Вот он где оттаивает Он начинает Действительно Он действительно По картам Соответственно Спрашивается Откуда Меркатор Знал карты Друзья мои Еще 2000 лет назад Тут скоро Эти факты Будут всплывать Просто у меня Есть данные Об этом Вот Даже 2000 лет назад У нас Были технологии Вплоть до космических 2000 лет назад Не говоря уже о том Что там было 5000 лет назад Самое глубокое погружение В дикость У нас произошло Именно вот Последнюю тысячу лет Именно в эпоху Мары Вот До этого Посмотрите У индейцев майя Сохранились Фигурки В виде самолетов Вот А И у тех же майя Сохранились фигурки В виде динозавров Поэтому Но История современная Это совершенно не то Что было на самом деле Это не наследие Вот Это действительно Исторгнуто откуда-то Из какого-то Очень хитрого мозга Вот Но не наследие Наследие совсем другое Соответственно Народы Очень близки были Вот современные Европейские народы Те же Шведы Немцы Мы Вот Посмотрите Действительно Языки очень похожи Вот Ты там Когда говорил про Цингу Да Я еще добавлю Викинги Постоянно Получали от наших Да С выбитыми зубами Ходили Поэтому Шепеляют теперь И язык Исковерканный Вот Ну это даже шутка такая Не в обиду никому Поэтому Действительно Очень Близки Те или иные Названия Вот Слип Это же по-английски Спать Да У нас глазки Слипаются Вот Поэтому Мидгард Это Старое Древнее Слово Которое Пользовалось В свое время И нашими Народами И их Но означает Она Срединная Земля Или Срединный Сад Как я уже И сказал Ну если Коснулся Опять Летоисчислений То есть Каких-то там Циферик И чисел То В этом случае Надо отметить Что 7525 лет Наступает Но это же не единственная Такая веха До этого Существовали и другие Ну к примеру Там Если так представить себе Более 13 тысяч лет назад Это лет от Великой Стужи То есть От похолодания 40 тысяч лет Это Третьего Прибытия Так называемой Вайтмана Перуна 44 И более 500 тысяч лет Назад Это От сотворения Великого Колорасения И так далее Кстати В том числе Великая Колорасения Это же территория Расселения Вполне возможно Она совпадала С потом Той стеной Которую построили О которой ты говорил Ну может быть Да Может быть Как раз когда Колорас Там понятно Готовились к войне Надо было как-то Обороняться Защищаться Стать какие-то Оборонительные рубежи И там же Описывается в преданиях Что не просто Там на мечах Сражались А там использовались Высокие технологии Там и ядерные И термоядерные И многие другие Военные наработки Поэтому Вот эти ограждения Они конечно Имели какую-то Защитную функцию Поэтому такие Толстые стены Но они имели Функцию Просто защиты От каких-то Машин Передвигающих на земле Как вот Простая преграда Но Большая защитная функция Это мог быть Какой-то Энергетический купол Например Или Какие-то ракетные По современному Установки Которые Сбивали там Систему Защиты Космической Так что Здесь очень все Интересно Ну там еще что Можно Какие Употребить Например Переселение Из Дария Это 111 Ну почти уже 112 тысяч лет назад Там С момента Трех лун 143 тысячи лет назад 153 Там С момента Битвы За Дею Это Одна из земель Которая далеко от нас Дальше там Перечисляются Тоже Достаточно Большие Времена Заселения Дарии Это там И Например 460 тысяч лет назад 604 тысячи лет назад Со временем Трех солнц То есть Когда как раз Дарийский Круголет Числа Бога И был уже Введен в обращение На наших землях Появление Богов На нашей земле 957 тысяч Там И много-много Еще чего Полтора миллиарда Лет Прибытия Медгард 1 Вайтманы Великого Великой Расы Рода Небесного Там 1,9 6 миллиарда Сотворения Солнечной системы То есть Такие даты Если разобраться Какие там Календарики Какие там Майи Ацтеки Ребята Давайте Как-то В наше Посмотрим Даже Пускай это Предание Но Предание О чем-то Говорят Ведь Дыма без огня Не бывает Значит Что-то там Где-то За этим Скрывается Почему мы Должны Сказки Других Народов Других Народов Принимать Например Упрощенную Какую-то Систематизацию От Тех же Самых Греков Или Гараков Или Кого-то Там еще Принимать И обучать Наших детей Наших Сейчас в школах И сдавать Экзамены По греческой Мифологии Нашу Былинность Наши писания Мы как-то Ни во что Не ставим Мы говорим Ой Все это Выдумки Стоп А почему Мы не говорим Что это Их выдумки Почему тогда Их воспринимать Всерьез Почему Рим Воспринимается Всерьез Почему все эти Римские дела Всерьез Воспринимаются Греческие Древний Китай Воспринимается Всерьез Там же Выдумка На выдумке Выдумкой Погоняет Если так разобраться Своей Выдумки Мы не воспринимаем Но чем наши выдумки Хуже их выдумок В конце концов Даже если это выдумки Давайте так разбираться Но почему мы должны Называть себя патриотами Но в этом случае Залезать в американские джинсы Пользоваться Китайскими товарами Есть какую-то там Лапшу непонятно кем Произведенную Смотреть опять же Голливудские Или французские Или немецкие фильмы Или болливудские И воспитывать своих детей На каких-то традициях Еврейского народа Греческого и римского Давайте уж Тогда будем как-то Разбираться С тем А мы тогда где А что Почему наши Изобретения Почему наши Рассказы Почему наши Предания Не рассматриваются Почему чужие Предания Чужие сказки Нам стали вдруг ближе Я ничего не имею Против этих народов Молодцы Они сделали Свой пиар Хорошо Все у них Отлично Замечательно Рад за них Но про себя-то Любимых Тоже не надо забывать Мне почему-то Вот такие мысли В голову приходят Ну я вообще Хочу сказать Да ну какие Выдумки Дело в том Что Чем Развитее становится Человек Тем больше Начинает Видеть вокруг себя Что Вот Мы сейчас Уже дозреваем До такого Состояния Которое Можно точно Сказать До технологии Точно можно Сказать Что природа Она не Богом сотворена А теми людьми Которые сюда Прилетели В свое время Может земля Вообще не заселена Была никем Как вот Марс Сейчас Вот посмотрите Как сейчас Работает мысль Человека Нужно Чтобы переселиться Нужно создать Там атмосферу А для этого Что нужно сделать Воду найти Там растения Какие-то То есть Мы на зачаточном Уровне Развития Культуры И цивилизаций А уже Мыслим Как О том Что нужно делать Поэтому Если так разобраться Вот эта вот Среда Обитания На земле Она создана Специально Чтобы жил Наш аватар Здесь То есть Физическое тело Посмотрите Как все увязано Четко Ну вот Соответственно Чем больше Мы взрослеем Чем больше Мы начинаем Замечать Посмотрите Маленькие дети Вот Взрослые Разговаривают На своем языке Всегда Рядом с ребенком И они четко знают Что он все равно Не понимает О чем они говорят И он действительно Не понимает Он еще не дорос До этого понимания Но чем больше Он взрослеет Тем больше он понимает Он когда рождается Он считает Что дом Это вообще Что-то непонятное Это Богом сотворено А потом Когда он вырастает Начинает понимать Что вообще Этот дом Его отец строил И что он такой же Может построить Вот Поэтому я вообще Не вижу здесь Никаких выдумок Это нормальная Жизнь На Мидгард Земле Просто вот На эпоху Мары Все Технологии Были Закрыты Для того Чтобы наши Соседи Не воспользовались Ими Этими технологиями В Разрушительных Целях То есть От ребенка Просто Спрятали Оружие Вот Вот и все Посмотрите Как нынешние Ученые себя ведут Они же все Сразу начинают Не в мирных Целях Использовать А именно В военных В разрушении Постоянное Разрушение Поэтому Зная о том Что земля Погрузится Именно в такие Времена Дикости Все технологии Были просто Закрыты Вот и все Да Те же самые Технологии Современные Космоса Они же вышли Из военных Разработок Как система Доставки Атомного Оружия На чужую Территорию Чтобы это взлетело Туда принесло И там это все Взорвалось Ура победа И уже потом Как следствие Появились Мирные технологии Космические Но современные Космические технологии Там в космосе Опять же В первую очередь Работают на военные И потом уже Из этого Что появляется С дозволения Хозяев Что-то отдается Суда уже В мирных целях То есть Изначально Вся вот это Обезьянье С воров Которые нас всех Превратили Такие бандерлоги Прыгают Чтобы Друг другу Дубинками По башке Стучать Хвост там Отрезать кому-то Вот И себя вожаком Назвать Вот вся цивилизация Современная Ради этого Строится Вопрос А нам это надо? Мы что Такие бандерлоги Такие идиоты Что ли? Вот здесь Владимир написал А почему меч Сразу обычное Холодное оружие? А если это Метательное оружие? Ну опять же Метательное Кто ее метает? Машинка какая-то метает? Или человек Копье, к примеру Метает? Лук ведь тоже По идее Это метательное Оно же не обестрельное Это стреляющее Но с другой стороны Метательное оружие Где применяется Уже посредством Натяжения руки И так далее Но давайте себе представим Если технологии У нас были Скажем так На уровне Атомной бомбы Как минимум Или водородной бомбы Если мы могли Летать В космическом Пространстве Между Не только Другими Землями Но и Между звездами Это означает Что технологии У нас были Более Высокого уровня Чем сейчас Нам это Представляют Вопрос Нужно ли в космосе Какое-то Метательное оружие Нужна ли дубинка Которую можно По голове Кому-то стукнуть Нужен ли Меч Который можно Ткнуть кого-то Или копье Или катапульты Какая-то В космосе Зачем они нужны В космосе Там асы все По-другому Вообще происходят В применении Другого оружия Поэтому это Надо принимать И если мы говорим О том Что над колом Рассея Было выстроено Защитное поле Энергетическое Но явно Не при помощи Мечей Копий Пик Что там еще Катапульта Оно выстраивалось Но явно Что летящие Какие-то Из космоса Предметы Болиды Там Или как это Называется Метеоры Явно их Не катапультами Сбивали И не за рогаток И не стрелами Выпущенные Из самого Даже мощного Лука Вот это все Надо учитывать Да я вообще Хочу добавить Ну Сколько можно Уже Скажем так Опираться На школьную Программу Истории Человека Произошедшего От обезьяны Но я Живое Живое существо Как сейчас Программисты Пишется Программа Вот И она Имеет Какие-то Корректировки В зависимости От внешнего Воздействия Но не настолько Кардинально Это нужно Программисту Вмешаться В эту программу И ее Переписать Заново Вот И Опять Вот Возвращаться К этому Обезьяноподобному Состоянию Посмотрите Наши сказки И вообще Человек Это Ретранслятор То есть Все фантасты Которые Сейчас Пишут Книги Они Не могут Откуда-то Из другой Реальности Взять Эту информацию Они ее Берут Из информационного Поля Земли Вот И все То есть То что Пишут Фантасты Происходило Когда-то На земле Именно В этой Реальности Потому что Человеческий Мозг Не может Зайти В параллельную Реальность И если Брать Сказки То могли Опять же Те же Курьи Ножки Это сейчас Почему-то Извушку Рисуют На курячих Ножках Так и так Бы и писали Куриных Ногах Стоит На куриных Ногах Но ведь Не куриные Ноги А курии То есть Курить Это значит Дымиться Ну вот И бабы йоги Этих На летающих Ступах И летающие Корабли Летучий Корабль Построил Масса Масса Причем Баба йога Ведь постоянно Путника Отправляет Куда-то В иномирье Он постоянно Попадает В какой-то Другой мир Тот же Садко Он попал В явно Другой мир Причем В этом мире Он существовал В физической Форме Вот И Ну Я у меня Просто нет слов Вот действительно Это вот По На самом деле По притче Да имеющий Глаза видит Имеющий уши Слышит Вот Но если Конечно же У человека Отформатированное Сознание Привязанное К нынешней системе И только От него От этой системы Питающейся Ну Здесь Трудно Что-то сказать Но если Человек Берет Информацию Не извне А изнутри То он говорит Да действительно Все это было Есть И будет Да И хочется Дополнить А имеющий Мозги Да еще и Думает Да Ну вот Здесь Очень Много Идет вопросов Друзья мои Как-то мы уже Наверное Будем с вопросами Останавливаться А то у нас Остается не так Много времени Оно не резиновая Передача Поэтому еще Давайте Два-три Вопроса Мы принимаем И на этом Василий Васильевич Уже будет заканчиваться Или выберет Самые достойные Вопросы Вот по поводу Каких-то Генетических Экспериментов Всего остального Я не исключаю Того Что Здесь проводились Какие-то Генетические Эксперименты Когда Животные Растения Птицы Адаптировались Для жизни На земле И подходящие С точки зрения Корма Или Услужения Дружбы И так далее Ведь Если так разобраться Удивительные Есть моменты Что К примеру Среди птиц Вдруг Появляются Ну не появляются А существуют Такие Которые Ну явно Отличаются От всех других Птиц И они живут Как правило Селятся рядом С человеком Среди животных Тоже Вот есть те Которые живут В лесу В поле А есть те Которые без человека Не могут жить И нам говорят Это искусственно выведено Ну приведите мне пример Генетически Предка нету В дикой природе А вот Нам постоянно Пытаются сказать Что нет Нет Это вот Все это Из дикой природы Взято Там Приручили Прикормили Не так На мой взгляд Не все так просто И это первое Второе Земля Это большая школа Наш Мидгард Куда Разные народы Отправляли Своих Посланцев Для того Чтобы здесь Чему-то научиться И поэтому Для них Необходимо было Создать условия жизни Ну то же самое Как приезжает Например В Россию Китаец Ему Дорога Его Вот эта вот Сфера жизни Или Япония Японец приезжает Для него Поэтому там Строят Внутри дома Какие-то похожие Такие вот Условия проживания Делают Предметы Что-то еще Потому что Он воспитан На этом Ему это близко Пищу Естественно Он употребляет Та Которая ему ближе А не та Которая вот Русская Или украинская Или белорусская Которые Наши люди Привыкли есть Хотя он хвалит Конечно Там вот Там украинская Русская Белорусская Кухня Но с другой стороны Он все равно Приезжает к себе В Японию Или в Китай Он все равно Продолжает Есть свою пищу Хотя Рецепты мог бы Взять Да и делать Вот Поэтому здесь Было множество Других народов Которые приходили Уходили Для того Чтобы здесь Что-то делать С собой Или под них Создавались Различные И растения И животные Птицы Которые могли С ними обитать Здесь Вот у меня Такое представление Так я По этому поводу Думаю Ну так и есть Вот даже По наследию Фантастическому Наследию Мидгард Считалась Землей Перекрестком Четырех Межгалактических Транспортных путей Здесь Кого только не было Люди в черном Не врут Это так и есть Просто нам Этого не показывают Вот и все Чтобы не было паники Ну а мы Как бы Не просим Что нам показали Мы сами Об этом говорим Мы сами Это показываем Вот из Канады Пишет А в Канаде Первый день Осень 22 сентября По государственному Календарю Какое интересное Совпадение Дальше Я Гриша Ну здесь он Приводит Про Мидгард Это уже было Озвучено О том что Вот По Германо-скандинавской Мифологии Мир населенной Людьми Мидгард означает Сергей П Вопрос эфира Сергея В календаре О котором идет речь Есть родительские дни И дни почитания предков Можно ли дать пояснее По этим дням Не Ну родительские дни Это умершие родители Почитаются А предки Это весь род Почитается Вот и все Да Так Дальше Здесь Василий Васильевич Мне написал Про цингу И про тухлую рыбу Надеюсь Он мне Что-то расскажет Потом вкратце И экскурс проведет Дальше Здесь Виталий пишет Про красный храм Это звездный храм Далее Здесь опять Он приводит Прям Выписку Из того Что Кто рождается В это лето Какая стихия Какой цвет Это пропускаем Я думаю В интернете Многие смогут найти Вопрос в эфир От Гриши Какого месяца И числа Был заключен Мир с харимами Желтокожим народом Ну вот у меня Я не обладаю Такой информацией Скажу честно Вот Не знаю Да Точные даты История не умалчивает Да Точные даты Я не встречал Но Поскольку Было заведено Что именно В осеннее равноденствие Начинается Новолетие Да То в этом случае Следующее лето За победой Уже ознаменовало Приход Нового Ну как-то Новой эпохи Как некоторые говорят Нового летоисчисления Отсчета Вот какая-то победа 1945 год 1945 год Победа на нацистской Германии Грубо говоря Да И вот с этого момента Можно считать Сколько лет прошло А ведь у нас так же Вот годовщина Со дня победы Да Вот употребляется Такое понятие Вот Да Победа Произошла Грубо говоря Подписание 9 мая Но весь год Весь год Считается Что вот это Такой-то год Со дня Победы Вот как-то так вот Принято То есть Есть определенные Рамки Когда начинается Новолетие Но следующее Лето Оно уже будет Считаться От Какой-то Даты Но при этом Старое Исчисление Не заканчивалось То есть Когда я приводил Там вот Великой Стоужи Или от чего-то еще То это говорит о том Что эти Исчисления Тоже существует Просто там Числа Очень большие И Не очень удобно Хотя и 7525 Это тоже уже Большое такое Число Великое Может быть Вот сейчас что-то случится Начнется Новое летоисчисление Кто знает Потому что Как-то вот Я так смотрю Близко Близко Там Как-то так Раз В 6-7 тысяч лет Что-то происходит Дальше Дальше Ромал Китайская стена Это железная дорога Прошлого века Прошлого всего лишь По которой Прошла граница Наших Тартарий Вот такое предположение Дальше Вестник Богов Вопрос в эфир От Олега Заркутска Здравия Дорислав С наступающим Тяноволете Вопрос к тебе И дальше Выдержка Откуда-то И та дань Была взята С иных Овнами Ризами И вином Элины же Зная Что русы Много пьют И решили Напасть на них И одолели их И вот Пришли волхвы И сказали русам Не напивайтесь От тех даров Русы же Не послушались И упились И в этот же день Элины напали И разбили их Поясни пожалуйста Как ты понимаешь Этот текст Извели Своей книги Получается Что наши предки Много пили вина Но было ли это вино В современном нашем понимании Алкоголем Или вино Это был виноградный сок Выжимка Из ягод И элины Просто что-то туда Подсыпали В данный напиток Поясни Благодарю Но Велесова книга Когда писалась Вот сразу вопрос Велесова книга Это книга Скифов Ну Скифами называли Славянские народы Которые жили В Краснодаре На Кавказе Вот И граничили С владениями На тот момент Хелины Поднялись Очень высоко Вы прекрасно знаете Что греки Восстанавливали Или Ну Скорее всего Они просто Нашли места Может быть Старых городов Вот Заняли их Как они всегда Это делали И соответственно Объявили их Своими То есть Черноморские города Считаются Одесс Одесса Да Таврида Это считается Там действительно Жили Греки Они строили Эти города Они Плавали по морю Вот И Скифы То есть Славянские племена Которые Потихоньку Поднимались Севернее Вот Выходили Из Азии И поднимались Севернее Очень часто Конфликтовали Именно с греками Греки На самом деле Всегда Показывали себя Как очень Хитрые народы Вот Не зря же Они потомки Хелинов Вот Ну Если уж так Брать Современных евреев Да Вот Ну Еврей И Чтобы никого не обмануть Ну по-моему так не бывает Вот У них даже Они между собой Так вот Если посмотреть Древние Эти самые Какие-нибудь Еврейские пословицы Вот У них там Вот Как говорится Не Обманешь Не проживешь И если Если вы Посмотрите Как на Востоке Торгуют То там Самое главное Именно Вот Объегорить Где-нибудь На рынке Вот Поторговаться И обязательно Обмануть Если у нас Всегда Считалось Достижением Доблестью Честность Вот То у них Честность считается Глупостью Вот и все Но это Разные народы Разные Соответственно Культуры И традиции Что сделаешь И Естественно В Велесовой книге Описывается О том Как Жили Скифы Как они Кочевали И вы знаете Что Часть Родов Славянских Именно Скифских Кочевали Вот А часть Жили Оседла Вот И Также Описывается Как были Организованы Города Киев И Хариевом То есть Киев и Харьков Вот Затем Пять тысяч Лет назад Были Города На Эльмень Озере Это Словенск Ируса Словенск Впоследствии Назвали Новгородом После того Как Там был Мор И этот Город Не Был Незаселен А потом Когда его Паново Заселили Его назвали Новгородом Это было Около Пяти тысяч Лет назад Вот То есть История Велесовой Книги Описывает Именно Взаимодействие Вот Общение Или Жизнь Славянских Народов Которых Скифы Называли Вернее Эти греки Называли Скифами Вот И Непосредственно Греков И то Что греки Спаивали Частенько Наших Скажем так Предков Русичей Это Ну Это Абсолютно Не В этом Нет ничего Удивительного Они и сейчас Этим занимаются Вот А в то время Можно сказать У славян Вообще Иммунитет Довольно слабый К алкогольным Напиткам Он был всегда Слабый И в том числе И И раньше Вот И достаточно Было Того же Чуть-чуть Подброженного Сока Вот А его только Выжмем Он сразу Бродить Начинает Как действительно Могли Упиться И В самом деле Их Греки Разбили Потому что Не могли Греки Просто так Взять Славянских Воинов Сколько бы Голожопых Не прибегало К нам сюда Они не могли С нами справиться Поэтому Они Пользовались Всякими Уловками В том числе Испаиванием Иногда Женщин посылали Заразных Каких-нибудь То есть Пакостили Как могли В итоге Скифы Не выдержали В конце концов Их наглости Потому что Воровали Постоянно Женщин В рабство Сдавали Воровали Детей То есть Вот Подлостью Занимались Но Они Как Тогда Были Так И Сейчас Мало Чем Изменились Вот В итоге Скифы И взяли И выгнали Оттуда Полностью То есть Черного Моря Из Кавказа Выгнали Подчистую И заняли Все города Ну Вот так Ну ты знаешь Я отчасти согласен И с тобой Отчасти согласен И с Олегом Почему Потому что Воинские Все-таки Подразделения Там Была Строжайшая Дисциплина Теперь Надо же Учитывать Что Что в те времена Очень Сильно Был Дух Характерничества И ведание Характерничества А это означает Что люди Это не просто так Были воины Это были витязи Витязь это не означает Что воин Витязь это Уже несколько Иной Уровень развития Несколько Другая варновость Чем просто воин Витязь воин Это самое низшее Что есть из витязей Там повыше Много что было И поэтому Я не исключаю Того Что Характерники Владеющие Столькими знаниями Ну например Выпивали что-либо Для них Например Это На мой взгляд Какая-то была глупость Зачем себя травить Ведь в те времена Прекрасно знали Что это такое К тому же У тех же самых Греков И римлян Даже в писаниях Которые сейчас До наших дней дошли Очень четко Разделяется Вино Как свежевыжатый сок Вино Причем И не только винограда Но и других плодов Вино Как вареное Что-то И вино Как что-то На такой степени Вываренное Что его можно было Уже ложками снимать Как повидло Это тоже было вино То есть все Что было связано С фруктами И то что из фруктов Получалось Это было вино Мало того Что если еще смотреть Дополнение Уже там К примеру Из библейских сюжетов То вином называлась И сама виноградная гроздь Еще не выжатая И только Уже Где-то Попозже Стало появляться Вино Как испорченное Вот например У древних римлян Там уже была Градация Вина На хорошее И кстати В библейских Тоже Это указывается Писаниях В Новом Завете Это все есть Что делилось На хорошее вино Которое было Несброженное И на плохое Или второсортное вино Которое уже было Испорченное То есть сброженное И вот Если мы рассматриваем Например Греческие Или римские времена То как раз Нищим людям Доставалось вино Которое делалось Уже из отжимок То есть Сок из отжимок Это уже Не то что второсортное Третьесортное Почти вода Куда в воду Бросались Эти отжимки Они какое-то время Отстаивались Надавали То что можно Еще отдать И уже это пилось Естественно что Отжимки Ну сам подумаю Вот там ногами Или там Давильней какой-то Это отжали Какое-то время Это полежало Да Вот Из него там Забрали все что можно И потом уже Их бросали в воду Чтобы они Каким-то образом Там полежали И что-либо до конца Отдали И вот это уже Отдавалось там За Вообще Бесценок Тем людям Или рабам Которые Не могли себя Самостоятельно Прокормить И пропоить И вот там Как раз Сображенное Вот это вино Как сейчас Считается вином Оно и было Все остальное Вином-то было трудно Назвать в современном Представлении Поэтому я нисколько Не исключаю того Что греки Например Привозили Хорошего качества Вино Не сброженное Не испорченное Бродом То есть Вот этим Грибками Под названием Дрожжи Но в конечном итоге Они могли просто В определенный момент Перед битвой Дать вино Которое было отравлено Какое-либо С надобьем Которое сразу Не убивало Но например Делало Человека Небоеспособным И в этом случае Тогда его можно было Победить Вот В дальнейшем Когда вся элита Была перебита То в этом случае Тогда уже Можно было Со всякими Не совсем Ведущими людьми Уже разговаривать На другом языке То есть Подсовывать ему Уже сброженное вино Приучать их уже К выпивке Чтобы они В конечном итоге Себя доводили До безумия И в общем-то В конечном итоге Вся вот эта Сарматская Династия Скифско-Сарматская Династия Была уничтожена Таким образом Вот я не исключаю Этого Не могу В смысле исключить Я думаю Что ученым Предстоит в этом Разобраться Но то что Это скорее всего Был поэтапный Какой-то Вот такой Разлагающий Вариант Развития Какой-то Разлагающий Я не исключаю Что скорее всего Ведущих людей Вот на такой На глупости Как испорченное вино Провести было бы Невозможно А вот уже Потомков Которые не ведали Там подливаешь Что хочешь Вот то же самое Сейчас Сейчас у нас Любое застолье У большинства людей Не подразумевается Застолье Если выпивки Вот этой Пакости нет на столе Да А раньше Застолье Там лет Двести назад Ну как-то Это вот то Что сейчас есть на столах И не могло вообще Даже быть априори Потому что Ну откуда оно могло взяться А если мы берем Там тысячу Две тысячи лет назад Откуда это все могло взяться И как это все происходило Там были совершенно другие напитки Вместо этих Алкогольных изделий Вот мне кажется Что здесь надо Учитывать эти моменты И тогда Многое будет Что оставать На свои места Так что Я и с тобой согласен И с Олегом согласен С его Разумениями Ну Дело в том Что опять же Вот здесь написано Да и Велесова книга Сколько раз Она переводилась Но Русы Да это вообще Могло быть Просто племя Которым описывалось Как их греки победили В частном Где-то там Там 50-60 человек Вот Записали Это Это происшествие Да и все Ну да Потом цель Там миллионы убитых русов Да Да-да-да Реки Можно было Было переходить Вброд по телам Убитых русов Да Почему мы русские считаемся Да Мы русичи считаемся Ну потому что Наши предки Русичи Потомки Там Князя Русы Например Вот Поднялись И основали Новую русу Ты откуда Я из русы То есть Я чей Я русский Например Да Город русы Есть такой Вот Соответственно Русские считаются Потомками русичей Вот Русичи Это скифы Соответственно Часть скифов Просто поднялась И потеснила Финоугров Которые до сих пор Нам этого простить не могут Те же скифы Эти самые финны Те же эсты Латы Латгалы Которые до сих пор На нас обижаются И вечно нам Чего-то предъявляют Вот и все Те же скифы Никто их там Не вырезал В таком количестве Как греки Хотят это преподать Просто Скифы поднялись Севернее Вот и все Ну опять же Здесь мы можем Сейчас трактовать Как мы представляем Я думаю Что здесь надо Просто Более честных Ученых позвать И поговорить Киев Это скифские князья Которые организовали Два города Киев и Харьков Киев и Харив Рус и Славян Тоже скифские князья Которые организовали Славянский Русу То есть Приходили с юга И на севере Организовывали Города Поэтому я Здесь Нет Я не про это Я не про это говорю Я уверен в том Что скифы и русы И вообще Которые сейчас Премена славян Называются Это вообще Суть одной и той же Это разделение Вообще не может быть Там могут быть Какие-то споры По трактовке А что означает Слово Например Славянин Что означает Слово Арий И так далее Сейчас споров Здесь много Разворачивается На все эти темы Я в эти споры Стараюсь не влезать Потому что Ну зачем раздувать Это интересная вещь У меня девушка Знакомая Наша Ну как общинница Старая Верка Она живет В Дублине И Она Говорила Что очень интересно У них есть Национальность Кавказец Шотландцы Скотланд То есть Потомки Тех же Русичей Которых Покровительствовал Скотты Да Русы Вернее Скифы Сколотты Скотты Ну вот Это же Потомки Славян Ушли туда Организовать Почему они До сих пор Воюют с Англосаксами Потому что Разные народы Ну вот И соответственно Вот она До сих пор Говорит У них В Ирландии Сохранена Национальность Кавказская Национальность Откуда В Ирландии Кавказская Национальность Это вот Она мне Сказала Она сама Удивилась И мне Сказала Мне тоже Было Очень Удивительно Кстати Это можно Проверить Набрать В интернете И посмотреть Так ли Это Или нет Ну вот Если мы Рассматриваем К тому Что Есть такая Версия Что как раз Из места Где сейчас Находятся Армяне Многие Вышли Которые Ваны Так называемые Вот они Сейчас в Европе Присутствуют Ван Гог Ван Где есть Приставка Ван То в принципе Вот армянская шутка Знаменитая Которая в КВН Като много лет назад Прозвучала Говорит Ну Армения Такая же маленькая Страна Но вы по всему миру Живете Почему Говорит Потому что Армения Это всего лишь Наш офис Вот Ну Это шутка Каждая шутка Есть доля шутки Но ведь До этого Таким же офисом Это могло быть Для тех ванов Например Которые сейчас Расселились То же самое И для других Племен славянских Которые Жили в разных местах Исходя из того Что нужно было Проводить какие-то экспедиции Осваивать новые земли Освободившиеся От ледника Или там еще Из каких-то условий Или может быть Там засуха пришла Надо было переселяться Была миграция Естественно Эти места Занимались Теми Кого раньше Сюда не пускали Ну вот ты дома уехал Например Не можешь жить Одновременно В четырех-десяти домах Где-то ты будешь Жить в одном доме Куда-то ты будешь Приезжать Например на отдых Два-три остальных дома Куда их девать Ну оставляешь их Там вешаешь Как это помнишь Трое с простоквашиной Дом ничей Можете забирать Вот из этой же серии Ну и сразу Ух ты ничей Здорово Мы здесь будем жить Ну ладно Дальше Виталий из Эстонии В эфир Вечер это осень Ночь это зима Утро это весна Лето это день Хотя Как Дорислав пояснил Что у наших плитков Не было понятия лета Тогда почему времена Время делится на четыре Времени суток А лето делится на три Времени по Калейдару То есть сутки на четыре А лето на три У нас считается за утро Обед И вечер Вот если Надо посмотреть Как у нас делятся сутки Вот Но сутки У нас получается там Ночь День Утро и вечер Но сутки у нас Действительно разделены На четыре части Потому что Вообще Шестнадцать часов Получается Вот На четыре На четыре Часа Но я не проводил Аналогию между Годом Вернее летом И сутками Я сказал Я сказал что Как и Осень Закат Ярил и солнце Так и В лете Так и Вечером На закате Ярил и солнце У нас Новое лето И Новые сутки Начинаются Хорошо Дмитрий из Торонто Задает вопрос Здравия всем Как выглядело Древнее устройство Для определения Времени Были это Солнечные часы Или какой-то другой Или на какой-то другой Основе Благодарю Ты же вот рассказывал Что циферброд крутился Да Посмотрите Сколько сейчас часов Каких Всяких разных Электронные часы И циферблатные Блатные Золотые Вот То есть устройства Определяющих время Ну и В те времена Тоже Даже Если брать Исторические Какие-то Факты Посмотрите Сколько были И водяные часы Были И песочные часы Вот Ну А какие были еще часы Мне Трудно представить Да мало ли часов Вообще Можно придумать Да Главное чтобы они Точно время Показывали Вообще Самые точные часы Это которые стоят Они очень точно Показывают Два раза Время в сутках Так Хорошо Вестник богов Олег из Иркутска Пишет В рассказе Валентина Распутина Прощание с матерой Описывается момент Когда перед Затоплением Деревни При строительстве Плотины Местные жители Переносили Останки Своих родственников С кладбища На новое место А были ли Переносы Праха Останков Домовин Скурганов В случае необходимости В древние времена Благодарю Но Я Вот по этому поводу Затрудняюсь Что-то ответить Вот Потому что Смысла Переносить Прах После кроды Я вообще Не вижу Никакого Потому что Все Прах Тело Душа Дух Отошли Они ушли В сваргу Они ушли К предкам Вот Кости Уже Ценности Как таковой Они не имели Вот Да И Не принято Было У нас Курганы Разорять Вот Видите Вот скифы Даже если Вот взять Вот так Вот Они Переселились На север Но Скифское Золото В курганах Так и осталось Поэтому Мне сложно Сказать Но Вот по Собственному Скажем так Разумению Я скажу Что Никто Курганы Не разбирал Не разорял Вот И не переносил Вы не забывайте Что В этом Произведении Описаны Современные Условия И христианизация То есть У христиан Принято Хранить тело До пришествия Иисуса Христа У нас Никто Никогда Тело Не хранил Потому что Все считали Что тело Это Оболочка Это сосуд Которое Должно По истечении Времени Отпустить Душу Дальше Туда К предкам В сваргу Вот И не держать Его здесь Поэтому Вот Честно Скажу Я таких Фактов Не знаю Когда Разоряли Домовины Курганы И С обозом Перемещались Вместе С Знаю Что Охранять Было Всегда Важно Вот И Очень часто Переселялись Но Чтобы Брать С собой Курганы Разбирать Сложно Сказать Я могу Сказать Что У некоторых Народов До сих пор Сохранились Обычаи Оставлять Кости Предков Ну не все А одну Например Какое Нибудь Ребро Вот Или там Какую Тазобедренную Кость И перемещать Ее с собой У некоторых Народов До сих пор Сохранилось Сушить Пуповину И Пуповину Эту Беречь Вот Но Славян Мы никогда За тело Не держались У нас Основной Дух Был Если Дух Отпускали Сваргу То Какой Смысл С телом Тем более Сгоревшим Носиться Я с тобой Здесь полностью Согласен Во-первых Потому что Здесь Ты указал Четко На то Что Это все-таки Современное Писание Современный Рассказ Вот Во-вторых Это привязано К современной Нашей действительности К современным Людям Во-вторых Затопление Деревни Там Описывается Во времена Про которые Говорим Мы Затопление Деревень Искусственно Не происходило Не было Необходимости Это все делать Потому что Люди Не нарушали Устоев Природы Не нарушали Естества Поэтому Не надо было Строить Какие-то Дополнительные Плотины Которые могли бы Что-либо Затопить В том числе Погосты И Всегда Погосты Делались В том месте Даже если Идет какое-то Наводнение Чтобы они Не были Затронты Чтобы они Не были Разрушены Вот это Все тоже Необходимо Учитывать Это сейчас У нас Вдруг Появляется Сообщение Что в таком-то Месте Паводок Разрушил Такое-то Захоронение Где там Или животные Какие-то Больные Были Или там Могильники Или там Кладбище Какое-то Гробы Вдруг Сплыли Еще что-то Вот сейчас Такое Безобразие Встречается В древние Времена Люди Были Ведущие Поэтому И выбирали Места Для погостов Специальные И Делали Погосты Такими Чтобы они Не были Подвержены Разрушению И размыванию И затоплению И так далее Поэтому На мой взгляд Вопрос абсолютно Для нашей Древности Для нашей культуры Не актуален Дальше Он актуален Кстати Я хочу сказать Для современности Для современности Да Когда свежие могилы Похоронены Я не знаю Что сейчас Вот придет вода И эти трупы Могут потом Всплыть Ну вот То Здесь есть логика Она присутствует И я понимаю Тех людей Которые Понимают Что тут Похоронил Там Месяц Два Месяца назад Вот Сейчас водой Все затопит Все это Сейчас поразмоет И все Повсплывает Конечно Они постарались Этого Ну как Это А вот Если бы они Крадированные были Например И там действительно Были домовины Там бы уже Нечему было бы всплывать А тут еще и заражение воды Трупным ядом Разложение Тоже Своеобразная опасность Поэтому Логика Их действий Есть Ну я говорю В современности Логика есть И черный юмор появляется Черный юмор появляется Когда вот Кто-то там рассказывал Когда затопления пошли Такие анекдоты стали О дедушка Мимо окна проплыл Да Вот Ну смешно-то Может быть кому-то и смешно Но это ужасно Почему Ну это возможно тогда Когда люди Отходят от Нашего Древнего И берут на вооружение То что нам не свойственно Отсюда куча проблем Возникает Отсюда потом И возникает вопрос А почему так плохо-то Почему И это не так Да Все города стоят Да Все города стоят на кладбищах Вот в Омске Город миллионник Давно стоит вопрос О том Чтобы построить Крематорий Ну и кто вы думаете Против Крестоносцы Потому что По их традиции Надо Землю Всю Вот которая есть Все надо загадить Трупами Всю подчистую Не все загадили Надо всю загадить Город Куда ни ткни Везде кладбище Вот больницы На кладбищах стоят Дома на кладбищах стоят Мало Столько народу Крематорий Решал бы все вопросы Ну вот Надеюсь Дозреем до этого Ты знаешь Дорислав Здесь такое прям Язычество Вот не в нашем представлении Как это некоторые считают Не в древнем представлении А язычество В том самом Нехорошее проявление В дикости Вот то что Дикость слова Подходит здесь Когда предрассудки Они важнее Чем здравомыслие Но вот давайте Так порассуждаем Здравомыслие 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 Людей Да Вот давайте так Порассуждаем Вот если Христиане Говорят О Всемогущем Боге, который создавал здесь все, который из праха создал Адама, и потом из ребра Адама создал Еву, и так вот по их представлению все люди пошли. У нас несколько другое представление, и в Библии там есть тоже приводится другое же представление о том, что до этого были другие линии, но представим себе, что Господь, о котором говорят христиане, Он всемогущий. Но почему-то, когда идет разговор о захоронении и о пришествии Иисуса Христа, то в этом случае не учитывается эта всемогущность, и не берется внимание, что если Он создал людей из праха, что Ему стоит создать людей заново для того, чтобы на суд их пригласить, на суд позвать, не то чтобы из гроба, где там, кстати, тоже все уже разложено, а вообще из пепла. Ничего для всемогущего это не стоит, абсолютно ничего. Для него это, ну, как обыденность какая-то, все создавать. Все равно же он перед собой, наверное, не будет скелеты вызывать для того, чтобы они прошли суд. Он все равно их во что-то будет облачать, чтобы они могли мыслить, то есть мозги нужны, да, в чем будут мозги держаться, чем они будут питаться. То есть на суд-то, в каком состоянии он будет их приглашать, все равно же придется восстанавливать вот эти миллиарды людей, которые себя относили христианской религии, но при этом Библии ни разу не читали условно, да, и если читали, то не поняли, если поняли, то не так, как в одной известной поговорке. Но в этом случае все равно ему придется чудеса с точки зрения человека проявлять всемогущему. И ему нет разницы проявлять чудеса со скелетами или с вообще там уже раздельными косточками, которые от скелета остались и которые вообще уже сгнили собирать заново скелет там и так далее, или с трупами, которые полуразноложились, или вообще с прахом, который уже пепел. Ему все равно это предстоит все делать, иначе какой он всемогущий? Я тогда не понимаю этих споров о том, что необходимо именно захоранивать человека в целом, чтобы он вот занимал место и несколько там дней, столетий, тысячелетий, миллионов лет ждал очередного пришествия для того, чтобы был страшный суд для того, чтобы был апокалипсис, и все там содрогнулись. Ну, что я об этом буду рассказывать? Вот. Так что не вижу я абсолютно никакого смысла. Вот эти люди поступают, которые об этом говорят, они абсолютно тогда унижают того Господа, о котором говорят. Они унижают сами, делая из него не всемогущего, а делая из него какого-то неумеху, который не сможет воссоздать людей из праха, хотя он это просто в свое время делал. Как-то вот так я это все дело вижу. Ну, давай. Я хочу сказать, что вот два слова в завершении всего этого дела. Вот. Если смотреть на христианство как на некроматическую магию, тогда все логично становится. Когда трупы под каждым алтарем, и бегают они с этими трупами, и целуют их, вот тогда все понятно становится, для чего все это делается. Хорошо. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Задает вопрос Вильяр. 108 ударов колокол. Какой должен быть колокол? Принципиальные его размеры? Колокольчик его не заменит? Всем с новым летом, с новыми делами, с новыми творениями. Ну, колокольчик маловат, честно скажу, чтобы до права достучаться. Хотя бы рынду возьмите, эту, речную, уже побольше будет. А лучше можете, как у нас некоторые общинники делают, берут баллон кислородный, вот, отрезают часть баллона, вовнутрь делают язык, и получается замечательный колокол. Ага, и потом пожарные приезжают, да, на позывные. Что-то типа горит. Пожарные уже на такие призывные не приезжают. Ну, понятно. Так, в общем, я пишу письмо Владимиру Владимировичу. Дорогой Владимир Владимирович, пришли мне, пожалуйста, рынду, а то не в чего стучать. Все, письмо запечатываю. Хорошо, благодарю, что подсказал. Я знаю теперь, у кого рынок может спросить. Что хочу сказать по поводу Владимира Владимировича. Я же был в Москве здесь, на Медне. Вот, и ночь ночевал в музее Владимира Владимировича Путина. Вот, официальный музей в Москве, вот, в центре города, трехкомнатная квартира. Вот, вот, один москвич отписал квартиру Владимиру Владимировичу, сделал там музей, и вот, меня пригласил провести там семинар по Старой Вере. Ой, какой молодец, прям, да? Фактически. Пригласил тебя провести семинар. Как здорово. Так, ладно, хорошо. Владимир, почему меч сразу холодное оружие, это мы уже ответили. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Дорислав, как, на твой взгляд, происходит летоисчисление на других планетах в нашем 3-9-м царстве? Благодарю. Ну, как оно летоисчисление проходит? Ну, вот, вы, если смотрели звезды и земли Асгарского духовного училища, последняя земля вокруг Солнца, которая вращается, 27-я, ее период обращения 15 тысяч лет. Одно обращение вокруг Солнца. Вот, и, кстати, для тех, кто скептически относится к вообще тому, что у нас в Солнечной системе 27 земель, вы просто, вот, опять же, логически порассуждаете, возьмите удельную массу всех земель и их спутников и удельную массу Солнца. И посмотрите, какая будет разница. Если не будет этого баланса, который сможет сбалансировать массу Солнца и массу земель вокруг него вращающимися, то они должны были упасть на нее, упасть на Солнце и сгореть. Вот, соответственно, те земли, о которых сейчас говорят ученые, это слишком мало для того, чтобы сбалансировать Ерила Солнца, которое просто огромное по сравнению с ними. А вот если добавить еще, получается, 18 земель, да, вот тогда баланс вполне подходящий. Вот, поэтому, опять же, с летоисчислениями, мы же ведь считаем, летоисчисляем по оборотам земли вокруг Солнца. Соответственно, у каждой земли свой оборот, ну вот, и, соответственно, летоисчисление свое. Причем, вот ты сказал по поводу 27 земель, ведь не так давно было объявлено, что обнаружили еще одну землю, которая, ну, говорят, планету ее называют, которая очень далеко находится, и там как раз очень сильно переплетается, пересекается с указаниями, которые в древних преданиях туда явно указывают. То есть, оборот этой земли примерно похож на то, что указано в древних каких-то писаниях. Так что, неспроста. Но почему-то это так прошло сквознячком, и никто не поднял вопрос, никто не провел ни семинаров, никто не провел каких-то исследований, никто не сверил с тем, что есть такие писания, где про эти земли рассказываются, и что там можно покопаться, еще что-то найти, поискать. Как-то это все прошло, потому что не очень интересно. Да, ты знаешь, я хочу сказать, вот добавить немножко. Посмотрите, вот в советское время люди стремились в космос. Они мечтали о космосе, они мечтали о других землях и солнцах, о космических полетах и кораблях. А сейчас, что делают? Стоят и целуют попам руки. Как умудрились так люди быстро поменяться? Вот прямо как в этом самом фильме «Брат». Ну, были люди, как люди, да? Что с ними произошло? Вот и мне тоже интересно. Видать, посыпали чем-то. Вот, каким-то дустом, наверное. Потому что, ну, я вот смотрю советскую фантастику, ну, удивительно вообще. И сейчас не понимаю. Ну, а ты пробовал, как ты их называешь, попами, руки им целовать? Может быть, там на самом деле что-то такое наклоняешься, там что-то ароматным пахнет, может быть, приятно там, может быть, стас какой-то получишь. И пробовал. Ну, вот ты сразу начинаешь наезжать, а ты же сам не попробовал, подойди, попробуй, а потом уже скажешь, ну, было там что-то, не было. А что просто так-то на людей наезжать? Целуют, значит, им нравится. Значит, есть какая-то необходимость в этом. Ведь если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь надо. Если кто-то целует руки, значит, кому-то это необходимо. Что на людей-то наезжать просто так? Люди, как люди, но нравится им. Или есть такая необходимость. Так, дальше. Вопрос эфира от Олега Зверкутского. В наше время много приходится слышать выражения, например, китайская мудрость, восточная мудрость, китайские мудрецы. Возникает вопрос, а мудрость ли это? Да, и чинов, и римов. Ведь слово «Китай» переводится как предел, деревянный забор, возвышенность и тому подобное. Не оставляли наши предки мудрость на территориях так называемого Китая в назидании высшее перечисленным народом, а они уже, в свою очередь, приписывали эту мудрость себе. Благодарю. Друзья мои, зачем далеко ходить? Посмотрите, что сейчас происходит с автопромом. Китайцы подчистую содрали все, что можно у всего мира. Не только автопром, все, все буквально. Ведь их задача усовершенствовать, изобретают всегда белые. А китайцы благополучно это берут и усовершенствуют. Все. Вы же посмотрите, вот даже фильм американский «Назад в будущее», когда профессор увидел микросхему и посмотрел современную, что она сделана в Японии. Помните, какое он лицо сделал? Мол, типа, Япония разве может что-то сделать путевое? Поэтому она и сгорела, типа. А он ему говорит, не, ну сейчас-то японцы хорошо делают. Вот. То есть, естественно, они всегда брали у нас все и доводили до совершенства. И вот современная действительность очень хорошо все показывает, как вообще люди, и как вообще взаимодействие идет. Потому что, как мы уже до этого и сказал, есть определенная генетическая, скажем так, программа у любого живого существа. И она не может сильно, кардинально сильно изменяться без вмешательства извне. Вот. И даже если брать современное человечество, то вы можете отметить такой интересный факт. Технический прогресс начал развиваться очень быстро после того, как ввели прививки. Никто до сих пор не сказал, что это такое. От каких болезней они защищают. Вот. То есть, генномодификатор вполне может быть именно в прививках. И здесь вам, конечно же, никто правду не скажет, но факт остается фактом. Вот это совпадение очень ярко показывает на то, что столетиями люди жили в определенном укладе и ни о чем особо не мечтали. Вот. А здесь буквально за сто лет мы, действительно, человечество от сахи вылетело в космос. Вот. То есть, так резко меняться по естественному стечению обстоятельств не может. Единственное, что ученые, опять же, если брать человека и животное, то у животных изменения из поколения в поколение генные, да, если они находятся в природе, происходит очень медленно. Из поколения в поколение очень. А человек, он обладает таким инструментом, как разум, и способен самостоятельно переписывать генную информацию. Вот. То есть, мы, в отличие от животных, можем действительно гораздо быстрее переписывать информацию в генах и передавать из поколения в поколение. Вот. Но все-таки я считаю, что человечество смоделировали. Поэтому и так быстро начали развиваться технологии. Но, возвращаясь к китайцам, посмотрите, что происходит сейчас. Я не думаю, что китайцы поменялись за эти тысячи лет. И когда говорят, что они изобрели порох и бумагу, я в это не верю. Как и сейчас, они ничего особо не изобретают. Они берут и сдирают под чистую у всех все. Ты прямо сегодня Станиславский, номерой Даченко одновременно. Не верю. Ну, ладно. Ну, и в заключение вопроса от Елены 777. Как правило справлять на валете? Какие существуют обряды и правила? Мне кажется, ты уже об этом рассказал. Но ты можешь еще что-то дополнить. И после этого тогда уже будем сегодняшний эфир заканчивать. Нет. Ну, я действительно очень подробно все рассказал. Если Елена по каким-то причинам не слышала, как я вначале рассказывал, можно будет послушать запись. Но вот все, что мы на празднике, вот завтра будем праздновать, как мы будем проводить, я все очень подробно рассказал. За что тебе благодарность, да? Хочу добавить, значит, я сейчас в своей странице ВКонтакте выложу славление, которое мы читаем на новолетие. И если кому-то это славление понадобится, то можете скачать у меня на странице ВКонтакте Дарислав Стариков. Ну, вот и замечательно. Так что пользуйся, Елена. Скачивай. И чтобы это дело на пользу пошло. Ну, что ж. У нас есть традиция, когда завершая эфир, мы что-то говорим доброе, светлое, хорошее. Пожалуйста, у тебя есть возможность что-либо сказать. Тем более, что сказать это можно с учетом сегодняшней нашей темы. Что такое новолетие, когда и как его отмечать. я с радостью действительно хочу пожелать, чтобы мы все славяне, русичи, потомки рода небесного, действительно рода, который спустился с небес когда-то, наша основная функция это созидание. Это строительство, это облагораживание природы, освоение новых земель. И мы для этого родились изначально. Вот. Поэтому наша действительно основная функция не воевать. Вот. Мы любим созидать и строить. Воюем мы всегда в защиту самого себя, своей семьи и своей родины. Никогда не нападаем на другие народы, вот. А любим больше строить, созидать и украшать землю. И я бы пожелал всем стать именно изначальными созидателями. И вот как раз новолетие, как я уже ранее сказал, это возможность вписаться в материнский цикл и для себя поставить какую-то важную созидательную цель. Жениться, нарожать детей, построить дом, открыть свое собственное дело. Ну и так далее. Поэтому всем желаю созидания и добра. Хорошо. Благодарю. Хорошее такое назидание по созиданию. От себя я, наверное, вот что отмечу. Если у вас появится необходимость в преддверии новолетия или во время новолетия осмысленно начать жить, или вы уже начали осмысленно жить, то тогда вы сделаете просмотр того прожитого, что у вас было в прошлом лете. В уходящем сейчас и в ушедшем, если вы будете смотреть завтра. То есть подведите итог прошедшего. Осознайте, что и как вы делали. Что можно было бы сделать из того, что вы не сделали. Или что бы можно было сделать лучше из того, что вы сделали. Или что бы лучше вообще было бы не делать. И вот если вы это все осознаете, если вы это все поймете, то у вас появится на следующее лето возможность сделать что-то, сделать это лучше и сделать так, чтобы никому ни на чего не навредить, ничем не навредить. Вот это самое важное. Вот для этого как раз и необходима какая-то точка, где можно остановиться, все это представить, обдумать. И тогда, в общем-то, все будет хорошо. Тогда, в общем-то, будет все так, как надо. Надо вам лично, вашим близким, нашим всем общинам, ну и в конечном итоге нашей державе, про которую мы так долго все говорим. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 20 сентября 2016 года, вторник, по одному из старинных 41-й день месяца завершения лета 7524-го, тоже вторник, последний день. Завтра начинается новолетие, с чем я вас всех и поздравляю. И мы говорили связи с этим про то, что такое новолетие, когда и как его отмечать. Автор сведущий Дорислав Стариков, за что ему низкий поклон. И благодарность всем нашим радиослушателям, которые писали очень интересные вопросы, общались в чате между собой, я наблюдал за чатом, и мне понравилась эта дружелюбная сегодня форма общения и очень интересные повествования, очень интересные замечания по тому или иному слову. В общем, вы нам помогли сегодня провести эфир. Низкий вам за это поклон. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok